Пускаем трансляцию. Кто-то смотрит, что там получается на выходе. Сейчас дождемся как раз ровно время и у нас что-то есть. Мы в эфире. Походу мы в эфире и я подозреваю, что уже все видят. По крайней мере, чат так потянулся. Так, всем привет. Если мы в эфире, то майкните, напишите, пожалуйста, что-либо в чат, потому что логика YouTube на трезвую не понять. Подождем. Да, все видят. Окей, отлично. Да, привет. У нас сегодня стрим, посвященный ОКИАРу. И, как мы уже отмечали, у нас больше практические аспекты внедрения и применения ОКИАРа на практике, потому что сегодня будем говорить больше о практике. Я просил, чтобы люди, кто не знаком с ОКИАРами, подготовились и почитали вводную информацию, ознакомились, что это за система, цели, полагания и как она работает. Но, поскольку часть из вас по-любому не прочитала эти вводные данные, то кратко я сделаю интро и расскажу, что это за система. Буквально несколько минут с несколькими фразами. ОКИАР — это система целеполагания. Ее впервые начали использовать в Интеле, а затем ее подхватывал Гугл и другие крупные компании. Эта система используется для того, чтобы ставить цели перед компанией, цели перед командами и даже ставить личные цели. Она помогает двигаться к поставленным целям и концентрироваться только на этих целях. В расшифровке ОКИАР буква О означает Objectives. Это именно есть название цели. Идеальная цель — это та цель, которая является измеримой, достижимой, но требуется немножко приложить усилий и прыгнуть чуть выше головы для того, чтобы получить желательный... Да, все видят чат. ...получить желаемый результат. А КИАР — это КИАР Результат — это те наборы ключевых результатов, которые и являются критериями достижимости этой цели. Если же какой-то КИАР выполняется и он достигнут, то тогда мы ставим себе плюсик в достижении этого КИАРа и пытаемся достигнуть также других КИАРов, которые у нас есть. Выполнение всех КИАРов означает автоматическое выполнение цели. Такие системы использовались, как уже отметил в Гугле, и в десятках других IT-компаний, продуктовых компаний, сервисных компаний. Это использовалось даже в оффлайн-секторе бизнеса, который не связан с IT. И мне всегда нравится, когда я привожу примеры у КИАРов других компаний, приводить в пример YouTube, у которого на протяжении четырех лет стояла цель достичь то ли 1 миллиард, то ли 10 миллиардов часов просмотров их пользователями. И никаким образом они не знали, какие задачи будут выполняться для того, чтобы приблизить к выполнению цели, к достижению этого показателя то ли в миллиард, то ли в 10 миллиардов просмотров. Но на протяжении четырех лет они перебирали варианты, они работали, и вся их работа была нацелена на то, чтобы достичь именно этого показателя. Ну и спустя время они такие вот добились. То есть у КИАРы это не про задачи, это про целеполагание. Есть цель, а задачи это всего лишь пути достижения этой задачи. У КИАРов должно быть немного, ну самих обжективов немного. Идеально это от трех до пяти обжективов, ключевых результатов для каждого обжектива тоже желательно в районе трех-пяти иметь. И таким образом с поставленными целями компании двигаются и достигают результатов. Они концентрируются конкретно на выполнении того, что важно и нужно. Они просто клепают и делают задачи для того, чтобы разгрести бэклог. И сегодня у нас в гостях еще три человека, три топ-менеджера, представителя компаний. С нами Женя Пеленкевич из Казаклабс. С нами уже второй раз на стриме Дмитрий Гринь из Джубла. И сегодня с нами Алексей Солнцев из касты, ранее известной как модной касты. Поэтому давайте начинать. Сейчас у нас будет такой вот круг интро и представлений. Каждый расскажет немного о себе и о своем опыте внедрения у КИАРа. Когда это началось, когда там внедрение в компании пошло, когда оно закончилось, были ли какие-то мутации. Буквально несколько слов, а далее уже предметно, ребята, будем проговариваться и проходить по этим пунктам и по тем вопросам, которые задавала аудитория. Итак, передаем слово. Кто же у нас будет первым? Женя? Здравствуйте, молчат. Давайте я начну. Меня зовут Женя. Я последние лет, наверное, 15 главный технический достиженник в компаниях, в которых я работаю. И очень часто моя работа начинается с того, чтобы салайнить цели бизнеса в целом и инженерных служб. Где-то примерно в прошлый кризис в восьмом году стало популярно перечитывать классиков о том, как лучше собираться и фокусироваться во время кризиса. И, как и многие, прочитав High Outfit Management Энди Гроула, я задумался, окей, кажется, некую процессную раскрябанность в компании и некоторые делы можно действительно попробовать порешать окейрами. Потому что у нас до этого были KPI, но они были довольно, в компании, где я работал, они были довольно неаккуратны. С тех пор я сменил две работы, и в текущей компании как таковых ОКРов в том виде, в которых я предписывал Энди Гроуф, у нас нету. Но наша система оценки целеполагания, куда мы движемся, в общем-то, основана на моем опыте. Вот уже довольно большом эксплуатации ОКРов. Ну, а про детали, я думаю, расскажу дальше. Леша? Да, меня зовут Леша Солнцев, я на данный момент сетёк Каста, UA, Parfums, UA и Pampic.com. Я также работал 9 лет в компании InfoPulse, в отсорсинговой, работал в Зе Альянсе. И я могу сказать, что все там 15-16 лет в каждой из компаний использовали свои подходы. В Инфопульсе это был менеджмент by Objectives, в Зе Альянсе... Мы сегодня об этом поговорим. Но это реально философские такие вещи, основополагающие. Леша, что-то пишут, что со звуком у тебя траблы, а вернулся. Ну, окей, все окей. Но... Ты нас слышишь. Услышно, да? Да, и тебя вроде слышно. Ну, видимо, от интернета. А услышали, что я сказал, или ничего не слышно? Скажите, пожалуйста, люди, что вы слышали последнее... Пишут, последнюю минуту повторить. Понятно. Короче, в каждой из компаний, в Инфопульсе, в которой я работал 9 лет, использовался подход Management by Objectives, МБО, это первые модели еще такие олдскульные. В Зе Альянсе у нас было управление по KPI. Мы целые 2 года выстраивали эту систему. Поэтому сейчас в касте мы выстраиваем OCR-based методологию, подход по целеполаганию. И мой основной посыл, что за эти 15 лет я наконец-то прочувствовал эту разницу просто управления по KPI и OCR, потому что это именно философское, большая, концептуальное отличие. То есть, в принципе, все атрибуты везде одни и те же, но логика, методология, прямо и философия сильно отличаются. Но мы поговорим. Окей. Дима. Всем привет. Меня зовут Дима. Я последние 13 лет работаю в компании Jubble. Мы долгое время были компанией такой не очень большой. То есть, у нас там было до 40 человек примерно. И где-то в районе 17-18 года мы начали активно расти и выросли до 80-120 и потом 250 человек. И где-то к концу 18-го года мы поняли, что наш подход к целеполаганию, который был очень слабо формализован, прямо скажем, не совсем уже хорошо накладывается на такой размер компании. И мы начали внедрять подход, основанный на фреймворке OCR. Мы в целом в итоге результатом скорее довольны, хотя у нас и не получилось 100% там OCR на всю компанию, как положено. Ну, об этом тоже немножечко позже расскажу. Дима. Окей. Давайте тогда... У меня начали соседи что-то сверлить. Я думаю, что это просто карма, но надеюсь, что вам это не сильно бьет по ушам. Окей. Да давайте сразу тогда перейдем к секции вопросов, потому что у нас есть регламент, и мы хотим вписаться в 2 часа, чтобы не было, как в прошлый раз, 3,5 часа разговоров. Потому, значит, мы собирали вопросы со следо или слайдо, и также мы собираем вопросы из ютуба. Но поскольку обработка вопросов из ютуба требуется, там, переключение контекста и внимания, то мы в первую очередь будем проходить по вопросам следо, и свои вопросы в ютубе лучше на потом переберегите, и можете по ходу, значит, ответа гостей уже уточняющие какие-то вещи спрашивать на ютубе. А большие вопросы, просьбы все же генерировать в следо. Ну, сейчас, чтобы уже, если вы смотрите на мобильном, не переключаться на следо, можете просто отложить это уже на секцию крупных вопросов в конце. Уточняющие же вопросы можете по ходу дела задавать. Значит, первый вопрос, который у нас засветился на следо был, это вопрос относительно практических шагов, которыми удается мотивировать сотрудникам к самостоятельной работе над целеполаганием. У вас, ребят, как? Сотрудники сами работают над своими целями, или же им помогают формулировать, и что заставляет их двигаться по этим целям? Давайте, наверное, я начну. Это, наверное, та вещь, которую я могу и назвать основополагающей вот в этой методологии ОКИАР. Дело в том, что все шаги в ней направлены на то, чтобы у человека включилась внутренняя, а не внешняя мотивация. И именно поэтому говорят, что вот эта согласованность целей при ОКИАРах это двустороннее, двунаправленное движение. С одной стороны сверху вниз, но потому что все равно нужно задать какую-то канву. У каждой компании есть какие-то свои стратегические инициативы. Топ-менеджмент выбирает какую-то стратегию. Но дальше право или считается даже так, что люди на местах намного лучше понимают, что делать, куда идти. И как раз люди, когда сами прописывают свои детали, вот какие мы будем делать конкретные активити, какие мы будем конкретные задачи делать, и как мы предлагаем, чтобы наш результат мерили, он и открывает вот эту возможность внутренней мотивации. Не зря, и второй мой момент, не зря там постоянно, если читать про ОКИАРы, прям ударение, не используйте финансовую мотивацию при ОКИАРах. Не используйте. Потому что это внешняя мотивация. Ты не можешь, когда тебе сказали, короче, делай вот это, ну оно не работает там. Если ты, ну, вот, поэтому, вот это мое понимание работы с мотивацией ОКИАРами. А на примере той же касты, вы пытаетесь залайнить стратегические, либо же командные цели на личные ОКИАРы людей? Есть каскадирование, давай, давай так, я еще скажу, наверное, я скажу про стратегический и про инженеринг, да, ну у нас это называется R&D. Я просто большой сторонник того, чтобы каскадирование шло до команды, не до конкретного человека. Объясню почему. В ОКИАРах и в легковесных имплементации методологии очень важно, чтобы это не занимало слишком много времени на вот такие, на микро, уже микроменеджмент. Ну, представь, 50 человек, и ты с каждым должен, ну, там, твои лиды или еще кто-то, групп лиды и так далее, должны проговорить эту цель, попросить его там свои цели проработать. То есть оно выглядит слишком тяжеловесно, как процесс. Вот, поэтому мы точно айлайним все, мы айлайним департаменты, все со всем. Вообще это задача ОКИАРов и целеполагание, как по мне, одна из самых важных задач, это полная согласованность действий. Поэтому я очень сильно за то, чтобы один ОКИАР включал в себя не только одну функцию, но чтобы это всегда было кросс-функционально. Это маркетинг и инжиниринг в одной упряжке. Там продакт, ну, там продакты, финансы, ну, все понимают, что все на всех завязаны. Это называется в одной лодке. Вот это ощущение, что ты в одной лодке, оно прям помогает очень сильно. Вот в Зео Альянсе мы, я говорю, полтора года проходили этот процесс, и пока мы не поняли, знаете, на собственной шкуре не поняли, что лучше всего работают те цели, которые кросс-функциональные. Ну, вот мы долго воевали друг с другом, ну, функционально. А ты, а я, у меня другая цель, а у тебя такая-сякая. То есть оно, может быть, даже больше приносило, там, боли в компании, чем пользы. Но вот потом мы это поняли и очень сильно… А еще раз, для каких команд? То есть боль доставляла что? Отсутствие кросс-функциональности? Да, когда кросс-функциональность, то непонятно, что является приоритетом. Короче, для меня приоритет одно, а для тебя, как для маркетолога, приоритет другой. У нас нет общей темы на поговорить. Понимаешь? Именно в кросс-функциональности. Давай тогда просто еще раз проговорим, что такое кросс-функциональная команда, чтобы было правильно понимать. Это не кросс-функциональная, это кросс-функциональное взаимодействие департаментов. Ну, во всех компаниях, где я был, все равно были четко выражены функциональные направления. Product Management, Marketing, Customer Support, Engineering, ну, там, или R&D, финансы и так далее. Аналитики там отдельно. И как сделать так, чтобы по каждой задаче, ну, не бывает так, что, вот мы все-таки тут инженерно больше разговариваем, но не бывает так, что инженеры что-то делают в отрыве от остальных функций бизнеса. Ну, правильно же? Ну, за редким исключением, да. Там дальше припасена вообще отдельная тема. Это некоторое такое спичь, чем мы столкнулись. В этом вопросе. Я говорю, что это очень важно, чтобы по целям договорились на берегу, там, допустим, к примеру, ты вдруг решил мигрировать на АВС и пришел и говоришь, все, мы ставим цель, миграция на АВС. А маркетинг говорит, а с Дубой мне эта задача вообще зачем нужна? Ну, типа, в чем? Ты начинаешь им что-то объяснять. Потом все-таки ты находишь какую-то цель, которая коррелируется с их целями, понимаешь? И уже формируешь это не как миграция там на АВС, а как что-то большее. И что-то типа бизнесосмысленное. А с другой стороны, если для бизнеса миграция на АВС никакой не несет пользы, то зачем тогда включать такие задачи? Ну, допустим, она не... Ну, как к примеру, это там стабильность и масштаб... Давай Каску возьмем. Стабильность и масштабируемость на Black Friday, да? Ну, типа, на Black Friday нагрузка пиковая вырастает там в час, в пять, десять, пятнадцать раз. Иван, как пережить Black Friday? Вот как бы в e-commerce очень часто живут там от Black Friday до Black Friday, ну, плюс пару еще каких-то больших ивентов. И как бы нужно, как это, готовь сани там летом. Но чтобы эта вещь была интересна и маркетингу, нужно найти, и что маркетинг для себя может взять в этой задаче. Почему они условно должны согласиться на то, чтобы там 20%, к примеру, инженеров целый месяц было занято другими задачами. Понимаешь? Окей, давай двигаться дальше. Ребят, кто еще может рассказать про целеполагание для сотрудников уже линейных? То есть личностных. Пойдем в обратном порядке. Смотри, я... Ладно, давай, давай, Женя. Я с этой проблемой довольно много боролся, потому что у меня существенную часть карьеры подо мной было очень много R&D, причем такого R&D, у которого стратегическая цель очень размытая. И всегда очень сложно было бизнес в КРС коррелировать с техническими и дать сотрудникам в этом принять участие. Я в какой-то момент понял несколько простых штук. Во-первых, если, как правильно говорит Леша, если ты будешь с каждым возиться, если у тебя нет инструментов донесения больших целей компании, ты будешь останавливаться на уровне отдела и у тебя не будет большого, как сказать, большой точности. Это иногда хорошо, иногда плохо. Но если у тебя много R&D, если у тебя много такого тинкера, ты начнешь упираться в то, то, что цели и реальность начинают сильно расходиться, и в какой-то момент люди начинают забивать. Даже те, кто уже купили, знаете, где об этом. Нам в какой-то момент, я на Лешином примере с АВСом и маркетингом как раз расскажу, нам в какой-то момент очень помогло начать не с АКР, потому что АКР – это маленькая часть управленческого пазла. Нам помогло транслировать раз в квартал, а иногда и два раза в квартал, куда мы движемся, о чем мы и как мы, всем сотрудникам компании. После этого рассказывать вам, какие финансовые и тактические приоритеты стоят перед компанией. И когда мы понимаем, что наша задача – это выставить Black Friday задолго-долго эра, или наша задача сейчас – сократить капитальное повышение операционных расходов, мы себе это можем позволить. Например, у нас есть кредитное плечо, краткосрочное. В этой ситуации дискуссия про АВС превращается либо в дискуссию про сокращение рисков, в лучшем случае, если это разумная компания, либо в дискуссию про… Окей, мы можем спонтимизировать расходы, мы можем не заходить на следующий раунд капитал про сервера, а можем уйти в АВС. Если эта работа сделана заранее, то когда ты приходишь к людям и говоришь, ребята, вот ваша зона ответственности, вот ваша перекрестная ответственность с другими департаментами, им очень легко понять, какие их цели, элайнятся с целями компании. И задача и рядов, и твоя, если ты фасилитируешь весь этот процесс, скорее в том, чтобы просто, ну, дать возможность людям, а, узнать про что и куда появят компании, не держать их в теплоте, и, б, когда они вернулись с планами, целями и так далее, проследить, чтобы они были скоординированы между собой. Если этого не происходит, начинается сержантчина, начинается, Маша написала себе две цели, Петя написал три, из них реалистичная одна. Все, кто, ну, многие из тех, кого я знаю, моих коллег, кто пытался внедрять УКР в том или ином виде, через эту сержантчину проходят. Каждый должен наступить на эти грабли. Но достаточно быстро ты узнаешь, что без вот четкой иерархии целей для всех, это огромный бейбиситинг этого процесса. Если это иерархия целей, если она постоянно озвучивается, бейбиситинга нет. Это зависит от степени прозрачности компании. В компании, где я сейчас руковожу процессами, достаточно частые стратегические апдейты для всех. У нас сейчас, когда мы перешли в полный ремоут, появились там Ask Me Anything сессии, когда коллеги могут спрашивать руководство о чем угодно, и довольно легко стало ставить внутренние цели, ну, по отзывам коллег, хотя мы их уже и не делаем в виде формальной таблички. Как-то так. Поэтому индивидуальное целенополагание, оно легко работает, когда вы дали человеку пищу, понимание направления и дали человеку возможность самому сывайниться и проследили потом, что он сывай. Как-то так. Я могу даже дать вставку, как мы, например, подошли к решению этой проблемы, хотя, значит, на вашем фоне у нас живет два квартала ОКР, и мы еще в процессе тюнинга находимся непрерывного. У нас какое-то время люди пытались в первом периоде строить и формулировать личные цели, которые бы с командами алайнились каким-то образом и были синхронизированы с их целями. Но потом оказалось, что для некоторых команд это попросту неприменимо, и личные ОКРы не могут браться в работу каждым человеком. Теперь это остается у некоторых темледов. То есть у некоторых темледов есть задача, которая, ну, вернее, не задача, а цель, это трансформация самого отдела. И вот это ложится хорошо на ОКРы, в моем понимании, потому что трансформационная задача это его личная задача. Для уже линейных сотрудников, которые занимаются работой либо в кросс-функциональных командах, либо же в функциональных командах, может быть, сервисные отделы, у них начинается больше такой вот help, то есть они работают ради того, чтобы помочь команде достигать их целей, но когда появляются большие задачи с периодом в один, в два квартала для реализации, тогда вводятся личные цели, и человек уже ориентирован на то, чтобы достичь определенную цель, то есть растянута на период. Она может даже не матчатся с командными целями. У некоторых таких, такие цели есть у людей. Но для каждого человека мы вот не используем. Дима, как у вас с этим дела обстоят? И давайте, ребята, тоже включайтесь, то есть если у вас есть что прокомментировать по ходу дела, то давайте сразу это озвучивать, то есть у нас не степ-бай-степ, можете вмешиваться, говорить прям в процессе, перебивать друг друга, устраивать холивары. Ты все время всех к этому подбиваешь, что все просто такие вежливые, просто няшные, не хотят. Давайте врывайтесь просто. Давайте врывайтесь. У нас на самом деле как? Мы исходили из подхода очень близкого к тому, о котором говорил Леша. Мы в какой-то момент массово всем менеджментом прочитали замечательную книжку, которая называется «Человек решающий». И в принципе очень сильно все согласились с тем, что там написано, что каждый человек приходит на работу не просто так, он действительно хочет принимать решения, хочет делать что-то хорошее, понятное. И наша задача здесь, это не сказать ему «делай адом», «копай от забора до обеда». Наша задача создать информационное поле, максимально прозрачное, со всей возможной информацией, куда идет компания, какая ее стратегическая цель, стратегические метрики и так далее. И с этого момента начинать уже выбор конкретных целей для команды. мы тоже не спускаемся на уровень конкретного человека в большей части случаев, кроме некоторых менеджеров по продажам, некоторых людей, которые занимаются изменением бизнес-процессов. Это там был вопрос в следу про бухгалтерию. Вот у нас достаточно много было личных ОТРов у бухгалтерии. Ребята перестраивали процессы разные, от начисления зарплаты до учета какого-то железа. И так же, как говорил Дима, у некоторых тим или тех людов какие-то задачи трансформационные. Да, и мы первое, с чего начали, первое, с чего мы начали, мы, собственно говоря, поменяли полностью систему бонусную. У нас наша предыдущая система целеполагания предполагала, что бонусы какие-то материальные привязаны к выполнению цели. И прежде чем внедрять ОКР, мы отказались от этого. Мы открыли все финансовые показатели для всех сотрудников компании внутри. И на первый год, который мы работали с ОКР, мы просто сказали, вот у нас есть большое дерево метрик, его можно каскадировать туда-туда-туда, который описывает всю работу компании, вот наши цели, а бонусы будут в зависимости от того, сколько мы заработаем денег. А у вас бонусирование было в рамках KPI? У нас система бонусная работала так. Были команды, у которых были формализованные KPI, в основном это были команды продаж, любые взаимоотношения с партнерами и так далее. Были команды, у которых не было формализованных KPI, в частности были команды разработки. И там была достаточно такая хитрая система, которая была общая часть бонуса и была KPI часть бонуса. Система довольно сложная, я на самом деле рад, что мы от нее отказались в итоге, и теперь у нас все для всех в компании по одной логике строится. Прозрачность это хорошо. А есть кстати у кого-то экспириенс с LKR-ами, где непрозрачность для сотрудников присутствует, и они не понимают вообще бизнес-метрик. Раз не понимают, то они противоречат концепцию KIARA. У меня опыт такой был, он неудачный. То есть все же стоит открывать, все сойдемся на том, что финансовые показатели для Киара. В этом плане у меня есть следующая всегда мысль. Мы берем многие практики, мы берем из США, из Европы, из Скандинавии, говорим, вот все круто работает, но мы не должны забывать, что мы культурно, как нация, вообще на другом этапе развития. Я не знаю, многие ли знают, но, к примеру, если ты живешь в Норвегии, ты налогополотельщик, то любой человек может зайти на сайт налоговой службы и посмотреть, сколько зарабатывает каждый гражданин Норвегии. Вот прям каждый. Просто зашел, вбил свой social ID, залез. Свой понятно. чужой можно получить? любого. Вот представь украинцев, я залажу и смотрю, Дима Менщиков, сколько он заработал последние 10 лет, как он зарабатывал, в Норвегии вот так. Там это нормально, там это как бы открытоество. Я могу сказать, что мы пока что эволюционно, культурно не совсем к этому готовы. То есть я бы не сказал, что это не надо делать, это нужно делать очень аккуратно. Да, я с тобой соглашусь, эти риски присутствуют. Сейчас, еще просто два месседжа. У нас часто, мы в компании, я когда захожу, я вижу, что нету полноценной системы заработки, как это, то, по каким градациям зарплаты выплачиваются. короче, внутренней и внешней справедливости зачастую в компании может не быть. Кто-то может получать меньше рынка, кто-то больше рынка, кто-то лид внутри может получать меньше, чем какой-то мидл, которого быстро хайрили и нужно было бах-бах. И оно все вот так разломано. Если вдруг такие данные открыть, можно, не продумав, не выточив это, или там показать какие-то не те метрики, я тебе скажу, что будет намного больше вопросов, чем польза. То есть сначала нужно компанию подготовить к этому, а потом открыть. Но открытость это капец как важно в океане. вот прям очень. У нас в чате Вадим Волковский сделал как раз комментарий, что для некоторых украинских компаний не подойдет, потому что может быть несколько юрлиц, может быть не только несколько юрлиц, может быть еще и в 1С многогранная бухгалтерия, потому что это знаете как меня как-то спрашивают, а правда что разработчик 1С может подсмотреть все зарплаты всех разработчиков? Я говорю, ну как бы да. Виктория пишет, финансовые метрики мало кто захочет вообще открывать, часто закрытая информация. Ну опять же, можно гетерогенную систему устроить, мне кажется, и давать метрики, если не все, то максимально близкие. Понятно, что для некоторых видов бизнеса просто недопустимо раскрывать информацию, это может быть довольно критично, но те вещи, которые не являются мега критичными, они могут быть все же открыты, это будет давать большой импакт. Женя, ты хотел что-то сказать? Не надо быть формалистами в этом деле, вас никто не обязывает открывать профит и голос или балансовый отчет. Многие вещи можно коммуницировать приблизительно, многие вещи можно коммуницировать скважина, я не показываю профит эндласс стейтмент своим коллегам, хотя он публичный, я работаю в британской компании, и наши профит эндласс стейтменты годичные, а не публичные. Но я довольно четко коммуницирую, ребята, мы сейчас вот настолько обгоняем операционный ноль, ребята, мы за прошлый квартал наели себе запасов на ближайший год вперед. то есть я стараюсь, чтобы у них, даже если не в конкретных цифрах, идеально точно, я стараюсь, чтобы у них было общее какое-то эмоциональное представление о том, где. Часто после этого следует вопрос, а что это конкретно значит? И способность нормально это объяснить, ну блин, это ваша менеджерская работа. Способность при этом избежать конфликтов, опять-таки, есть разный способ. Достаточно много компаний, в том числе тех, в которых я работал, ужасно боятся рассказывать друг другу про зарплату других людей, про то, кто в какой команде, сколько, на каком уровне иерархии получает. Я в какой-то момент понял, что дешевле долгосрочно выстроить стратегию уравнивания зарплат по уровню квалификации по требованию и так далее, и тогда это автоматически становится прозрачным. Все понимают, что человек примерно на моем уровне зарабатывает столько же, сколько и я. Аналогично там с какими-то другими метриками. Дело не в ОКРах, дело в остальной управленческой культуре компании, в результате которой ОКРы могут работать. То есть, на самом деле, я вернусь к тому, с чего начинал. ОКРы это не штука, которая висит в пустоте и открытость это не функция того, как вы ОКРами рулите. Открытость это функция того, как у вас в принципе работает обмен информацией в инфеки компании. Ну да. Ну, смотрите, мой посыл был не то, что я против, я просто другую сторону медали показал. В касте все очень открыто. Но вот тут, наверное, спасибо, Женя, ты правильно сказал, зачастую ребятам не надо шесть страниц вот этой вот отчетности. Им достаточно базовых вещей, которые, ребята, мы сегодня там показали и беду, ну, операционно стали эффективными, к примеру, или там еще что-то. То есть, им нужно, перевод цифер, а что это значит для меня? Кстати, все люди всегда задают простой вопрос, так а что это для меня значит? У нас есть такой, кстати, вопрос, один из вопросов на тему, какие выгоды может дать как у Киар, так и вообще целеполагание для рядового сотрудника. Дим, погоди, а я тебя перебью, пока мы от темы прозрачности не ушли далеко. Ты там такую хорошую штуку сказал, что прозрачные и понятные должны быть метрики. У нас не было ситуации, когда мы там какую-то, ну, что-то специально скрывали, да, мы, конечно, мы тоже там неподробные отчеты, мы ограничиваемся просто, мы зарабатываем вот столько на данный момент, да, вот так вот движемся. Но у нас была очень непонятная метрика, которую мы, ну, в общем, мы долго-долго там команда аналитиков придумывала, и мы потратили недостаточно много времени, чтобы объяснить, как она работает, и в итоге это практически потерянный квартал, потому что целая команда, там, глядя на эту метрику, она не понимает точек влияния до конца, да, и, соответственно, работа движется так себе. Поэтому тут нужно не только, не только желание сделать метрики прозрачной, но и желание понимание влияния, объяснить, да, их объяснить и убедиться, что ты действительно объяснил правильно, что тебя действительно поняли. Это, кстати, спасибо, очень годный поинт, потому что часто метрики вводят, не понимая, что они означают и как на них влиять, и у людей нет просто рычагов даже влияния, то есть, они не знают, как оно формируется. У нас есть замечательный вопрос, я буду немножко вас там сбивать, чтобы не уходили глубоко в обсуждение, потому что вопросов нагенерили очень много, тут можно провести таких стримов штук 5 по этим темам только. Самый топовый по количеству лайков вопрос это применимость укары для аутсорса и аутстафа. Мне сложно вообще ответить на этот вопрос, поскольку я в аутсорсе либо же в аутстафе не работал ни дня, и возможно у кого-то из вас, ребята, есть подобный опыт, либо вы слышали хоть какую-то информацию, но так как мы все представители продуктовых компаний все же, то есть ли у нас желающие ответить на это? Нелегкий вопрос. У меня есть опыт коллег израильских в моей отрасли в информационной безопасности, где чистый консалтинг, у которого 95% прибыли это почасовка в анбайере нации, где ребята довольно буквально поняли, про что ОКРы. ОКРы и когда рынок безопасности лет 8 назад начали меняться, что нужно людям, как нужно людям и о чем теперь такой высокоуровневый секьюрити консалтинг, они себе придумали ОКРы очень просто, они поняли, где они сейчас, как компания, как коллектив, как устроены их процессы, они представили себе, как устроены их идеальные процессы, и у них весь ОКР, все объекты взбыли про процесс из текущего состояния перестроить в то состояние, а кирзалт взбыли там, условно говоря, время, которое аккаунт-менеджер тратит на формулировку брифа для команды аудиторов, сократилось с х до у. Сэкономленное время можно потратить на то, чтобы вырастить новый процесс. То есть, они разбили для себя изменения на модифицируемые какие-то отрезки, эти отрезки стали кирзалтс. Они за полтора года бизнес из 60 человек развернули из олдскульного, чудовищного, очень медленного и инертного сервисного бизнеса, они его развернули в очень быстрый и современный. То есть, это возможно очень хорошо понимать, что из себя представляет изменение для сервисного бизнеса, который не меняется в данную минуту, просто ОКР непонятно зачем. У него есть цель продолжать свое существование и повышать операционную эффективность. Операционную эффективность повышать, это укладывается в обычный KPI. Для этого нужно оградить кей-то 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 тот же пример с временем ответа аудитором. По сути это разве не ложится в KPI? Это не ложится в KPI, потому что это один маленький кусочек пазла. То есть, если в обычном сервисном бизнесе ты хочешь снизить какой-нибудь кусочек трения, сделать его дешевле, ты говоришь, мой KPI за квартал сделать так, чтобы какая-то команда какую-то операцию делала на 5 секунд быстрее. Если ты хочешь делать на 5 секунд быстрее или инвестировать в другой процесс и убеждаться, что этот другой процесс тоже выполняется, у тебя появляются взаимно связанные цели. И в этот момент тебе нужно, взаимно связанные результаты. И в этот момент тебе нужно, чтобы эти кей-раз были привязаны к одному измеримому процессу. Понятно или надо на примере попробовать развернуть. Я думаю, если ты краткий пример, то, что люди будут понимать лучше. Если такой запрос есть, конечно, в чате. Пока люди получат. Я попытаюсь вспомнить свои первые 9 лет работы в аутсорсинге, в аутстаффинге. Во-первых, аутсорсинг аутстаффинг это сервисная все-таки бизнес-модель. А что это значит? В любой сервисной бизнес-модели один из самых главных историй это customer satisfaction. И что могут дать ОКР в этом контексте? Тут очень сильно зависит от бизнеса, но что такое клевый вау-сервис? Знаете, как говорит Федорев, что такое вау-сервис? Это когда ты заплатил за одно, а получил что-то, о чем ты даже не думал. Если брать аутсорсинг, то иногда вот эти небольшие плюшки, которые по собственной инициативе делают команды внутри аутсорсинга, они создают этот вау-эффект. И это какая-то немножко проектная логика. Представь, приходит менеджер, который аккаунт-менеджер, и говорит, ребята, что мы можем сделать такого, что нам несложно, а нам для заказчика будет супер-бупер. Ну и кто-то, который сейчас интересуется, не знаю, чат-ботами, говорит, давайте запилю, короче, чат-бот будет там репорты, слайд, как они хотят и так далее. Это делается, не выставляется счет, просто взяли и сделали. Это такие моменты накиды, это больше проектная штука. Дальше в любой компании в аутсорсинге есть центры компетенции и есть knowledge transfer. То есть я, допустим, знал agile, я в инфопульсе ходил, рассказывал различным командам про agile. Вот эти вещи провести там ряд тренингов, обучить, дальше внутри есть свои процессы, где-то улучшить процессы. Это небольшая, ну не трансформация, это небольшое эволюционное улучшение, но проектов не связанных по сути. То есть если у меня в agile процессами все было классно, в другом проекте было не очень классно. И у меня мог стоять, ну тогда это все-таки было как management by objective, ну LKR тоже легко сюда вписывался, чтобы там построить процесс, который повысит там как это там который гарантирует оценку команды работы там с 90% вероятности. Ну то есть допустим раньше попадали не попадали в две недели, а так стали не попадать в три дня по оценке. Плюс есть внутренние проекты всегда в аутсорсинге, в аутстаффинге. Я во многих компаниях знаю, что всегда есть такие инхаус разработки, которые люди в параллель помогают делать. Это тоже может быть океаром. Ну конечно в аутсорсинге вот эти вот просто KPI про эффективность каждого человека, каждой команды оно лучше ложится. Но это как вариант растяжка. Вот я приведу пример, что было помимо этого. Небольшую давайте сделаем рекламную паузу. У нас вот вверху, сейчас даже угадал сторону, у нас вверху здесь есть подпись со ссылками. концерт. Уэй нам помог в этот раз с анонсом мероприятия и заанонсил на своем новом сервисе для анонсинга онлайн мероприятий и нас. Мы одни из первых бета-тестеров этого функционала. У нас на прошлом стриме присутствовал Женя. Спасибо ему еще раз за оказанную помощь. Также у нас инфоподдержку FVDA FVDA организовывала и большое спасибо ребятам. Скоро у них пройдутся несколько конференций. Это ближайшая конференция по Пайтону 16 и 23 мая и PHP FVDA 30 и 31 мая. Потому если у нас отменится такие карантин и часть ивентов у нас будет проходить в офлайне, то я думаю можем встретиться и там пообсуждать уже интересующие вас вопросы. Теперь вернемся же к нашим вопросам. У нас есть еще вопрос про опыт внедрения ОКЕРов степ-бэй-степ. Что зачем и какие требуются достаточные условия для запуска ОКЕРов. Ну сразу скажу, что я писал и давал ссылку в описании под данным стримом. Там есть на моем личном блоге вся информация и это тот флоу как внедряли это у себя мы. давайте спросим у Димы потому что у них большая была структура как и ты и на прошлый вопрос отмолчался. Да, Дима отмолчался потому что мы заставим его разговаривать. Да, хорошо. Значит опыт внедрения степ-бай-степ такой. Про отказ от Кипяев извини, я помню. То есть вы все же отказались от денежной материальной привязки. Как вы продавали это сотрудникам? Ну мы сказали знаете вот ребята у нас есть замечательная идея нас стало очень много и мы хотим двигаться все в одном направлении мы хотим все быть синхронизированы работать на благо компании которая выглядит примерно так и наша там прошлая система бонусная она немножечко этому не способствует да, выглядит она так будто у нас чей-то вклад который очень важен да, он туда не ложится поэтому мы решили использовать ОКР и ОКР цели отдельно бонусная система отдельно тут конечно было на самом деле очень много вопросов потому что понятно все в первую очередь начинают задаваться вопросом а как же как же стыкуется вот это вот все как стыкуются теперь деньги и цели а ОКР он такой амбициозный его можно не выполнять раз там можно только на 70% это считается хорошо и как бы не могу сказать что у нас сразу получилось продать продать хорошо мы с этими вопросами там жили жили какое-то время а сколько времени у вас заняло до выхода именно на максимальную эффективность до выхода на максим не уверен что мы на нее вышли уже я бы сказал что где-то четвертый квартал то есть мы начали двигаться кварталами понимая что неизбежно нафокапим огромное количество раз поэтому цели на квартал ретроспектива в конце каждого и где-то четвертый был уже нормальным в принципе а сколько времени работают полтора года а сейчас вы уже перешли на годовые нет мы все не перешли на годовые у нас все еще квартальные у нас скажем цели компании годовые стали немножечко больше похоже на не просто набор метрик но мы движемся все еще квартальными Собственно говоря, мы начали с того, да, степ-бай-степ, начали с того, что решили сформировать совместными усилиями кучу целей и наформировали очень много. Сколько провалили? Мы процентов, наверное, 70 из первого квартала, процентов 70 целей мы провалили. Мы очень серьезно восприняли слово амбициозный, да, которые говорят, что OCR должен быть амбициозным. И, наверное, самой большой ошибкой было то, что мы очень сильно перегрузили команды, да, потому что все вложились, все поучаствовали в генерации целей и в итоге набрали там 3, 5, 6 на команду обжективов. Часть из них просто физически не успели сделать. Сколько у вас сейчас тогда? Сейчас у нас на команду обычно не больше двух. Обычно не больше двух. Самым, наверное, большим, самым большим фейлом, который у нас был, который был у меня, когда мы генерировали цели для инженерных команд, мы решили, что нужно обязательно соблюсти баланс, чтобы часть целей была очень бизнес-алайн, а часть целей была чисто техническая, потому что, ну, иначе же там кодовая база будет генерировать, инженеры будут несчастны и так далее, и так далее, и так далее. В итоге оказывается, что если делать очень-очень в разных, очень в разных частях вообще продукта и жизни далекие от себя цели, одну техническую, а другую там бизнесовую, то затраты на переключение контекста такие, что в итоге у нас одна команда, к сожалению, то, что было запланировано сделать за квартал, фактически сделало за три, постоянно перебыхаясь. И мы сделали выводы для себя и поменяли немножко структуру организационную, и у нас теперь есть команды, которые занимаются бизнес-решениями, продуктовыми решениями, и команды, которые занимаются отдельной инфраструктурой для того, чтобы не смешивать и не страдать. Я правильно понимаю, что инфраструктурные команды, они больше занимаются техническими вещами вроде рефакторинга, какой-то автоматизацией, деплоймента, разворачивания, то есть такими вещами, но не лезут в бизнес? В основном да. Мы не то чтобы сильно их ограничиваем, у нас любая команда может хамить спокойно в любую часть продукта, но в основном да, в основном это изменение кодовой базы старой, миграция на более свежие технологии, автоматизация деплоймента и так далее. Раз мы уже говорим про фейлы, давайте я тогда поведу фейл внедрения у нас в компанию. Значит, у нас мы решили разбить океары между бэкэндом, фронтэндом и продуктовым департаментом, и по результатам мы увидели следующее, команды, которые набрали себе, например, бэкэнд, личные какие-то океары, они слабо синхронизировались вообще с теми целями, которые продуктовые команды перед собой ставили. Следовательно, у продуктовых команд уже в голове сформировалось представление, что вот у нас есть ресурс в размере бэкэнда фронтэнд команд, и, значит, они будут выполнять те цели, которые есть у нас. Сами же команды разработчиков подумали, что у нас есть другие цели, там, ускорение, например, загрузки страниц, какие-то оптимизации, алертинг при превышении времени ответа API, и подумали, что поскольку это наша команда океары, то нам нужно стремиться достичь вот этих, значит, целей. Когда это было озвучено продуктом, естественно, продукты там сбунтовали, в смысле, это у вас там личные какие-то свои цели. Вы должны делать то, что нужно нам в первую очередь, то есть вы развиваете продукт. И вот как раз-таки после первого квартала мы делали их тоже там поквартальными для того, чтобы быстрее учиться на своих ошибках. Мы вот сделали эти выводы и перестроили сейчас структуру. У нас больше нет там у того же бэкэнда, у фронтэнда собственных каких-то целей. Они теперь все именно синхронизируются с командными целями, потому что, вернее, с целями продуктовой команды, потому что сами по себе они мало общего имеют с реальной жизнью. А еще у нас забавная тоже кейс сейчас происходит с трансформацией команд в сторону большей кросс-функциональности. Потому что сервисные команды, по моему убеждению, после двух периодов работы с OCR, они не могут работать по OCR в принципе. Если они чисто сервисные, то это натягивание совы на глобус исключительно. И из этого ничего не выйдет. Может, у вас есть опыт какой-то адаптации таких подходов, как OCR, именно на сервисные команды. И может ли сервисная команда иметь свои личные OCR и быть исполнителем для ряда других команд? И нет ли в этом больших проблем с переделом ресурса вечного? Потому что ресурс-то ограничен, и все хотят выполнить свои цели. Но коммуникационно всегда есть провалы в этом моменте, потому что все ожидают фиксированное какое-то время. То есть это вообще большой пласт проблем, что касается сервисных команд и такой вот войны за ресурсы. У вас не было ли кейсов воин за ресурсы, когда одна команда требуется множеством других команд? И как вы это решали? Ну, я скажу, что я вообще большой противник вот этих шарит-ресурсов. И я предпочитаю так структурировать департамент, чтобы, условно, был всегда один внутренний заказчик для одной команды, ну, там, или для какой-то функции. Ну, то есть классика жанра – это маркетинг, да, у которого постоянный поток задач, и который, ну, маркетинг, и который, типа, наивысший приоритет. Ну, потому что продажи, продажи, продажи. Я всегда выделяю отдельно, ну, ладно, не буду говорить всегда, да, но если позволяет бюджет и все, то есть это отдельный ресурс, сервисный, он операционный, он не про, там, большие дела. Нам, условно, да, делать лендинги по 50 штук в месяц, ну, там, или еще что-то подкручивать. Ну, вот, типа, ну, вот оно на потоке делается и делается, и тут, действительно, вот эти KPI, какие-то SLA, KPI на SLA, ну, нам, не знаю, лендинг за три дня, там, или за четыре, а там еще что-то, не знаю, верстка какой-то, письма за день, ну, к примеру просто. Поэтому, и тогда там нету проблем, нету конфликтов интересов, поэтому шеред ресурсы, ну, я стараюсь не использовать. А как ты относишься тогда к перетрате, сейчас немножко в сторону, так я отойду, к перетрате времени, потому что у тебя, если делать автономные команды, у тебя будет увеличиваться, конечно, бас-фактор, что, безусловно, плюс, но с другой стороны, у тебя требуется больше затратить времени специалистам для того, чтобы изучить одну и ту же область. И в итоге они… Одну и ту же? Они как раз сфокусированы на своей области, и они делают то, что они там могут в какой-то момент быть не полностью загружены, но it's ok. Но я как менеджер не менеджу эти конфликты доступа к ресурсам, это постоянная проблема, бесконечная. Ну, давай на примере касты. Сейчас вот я попробую там сгенерировать, сферический пример в вакууме. У вас есть некая notification-система. Этой notification-системы, запрос есть у двух разных команд, которые более-менее автономны, запрос на изменение этой notification-системы. Для того, чтобы выкатить свои продуктовые хотелки, каждая из команд пытается модифицировать эту систему в свою сторону. Если она автономна, то разработчики из первой и за второй команды должны понимать, как notification-система работает и как она будет изменяться для того, чтобы выполнить эти цели. И такой вот шаринг, он как раз-таки… Был бы шаринг, то тогда бы какая-то команда, которая отвечает только за notification-систему, могла бы получить эту задачу, выполнить и адаптировать под хотелки. Я наоборот говорю, что есть ресурс, который отвечает только за эту notification-систему. Ну, или там за notification плюс еще какую-то. То есть, как раз я не хочу, чтобы все знали про эту notification-систему. А если они перегружены? То они. Ну, вот эта вот команда, которая за notification-систему отвечает. Значит, нужно перебалансировать. Если они перегружены перманентно, значит, недостаточно ресурса. Значит, нужно добавлять, усиливать команду. Если это стратегически важно, не знаю, для маркетинга, к примеру, они там себе на базе этого notification-сервера строят свои предикшены по привлечению пользователей. Ну, или там, ретаргетингу какому-то. Ну, типа, значит, будем, если это стратегическая инициатива компании, то вот тебе OKR. Разработать, доработать, доделать. Или там, сделать систему, которая позволит отправлять, не знаю, там, миллион сообщений за 10 минут. Ну, типа, вот, сидим, делаем. Ну, понимаешь, если задач больше, чем людей, то, ну, значит... Ну, да. Надо либо задач уменьшать, либо же людей докидывать. Да, или задач уменьшать. На самом деле ты начнешь общаться, а потом окажется, что это не так все важно. Это просто, ну, типа, ну, хотелки. То есть это не реально бизнес-critical вещи. Это просто хотелки. Было бы здорово. Ну, окей. Ну, пока не можем. Будут лучшие там времена, к примеру, будем делать. Есть кому что добавить на эту тему? Да, у нас вот ресурсом, которого всегда не хватало, были инженеры. Приходило очень много разных запросов. И очень много разных запросов из серии. Небольшая автоматизация, очень важная, но небольшая. Мы в итоге пришли к тому, что у нас абсолютное большинство команд внутри компании имеют собственный такой мини-поддепартамент людей, у которых за прошедшие там где-то вот год-полтора развились компетенции, достаточные для того, чтобы большую часть таких простых хотелок выполнять. То есть Python, SQL и поехали. Это работает прекрасно. То есть нагрузка на инженеров, которые разрабатывают продукт, очень сильно упала. И скорость этих хотелок комплементации внутри команд и продажи, и маркетинг очень-очень сильно выросла. У меня к этому есть замечание из предыдущего опыта. В предпредыдущей компании, где я работал, это был SaaS. С очень строгим SLA. То есть там банковский сектор, и у нас там одна пропущенная транзакция стоила на кучу денег. Понятно, что системные администраторы на современный язык SRE и DevOps, они shared resources для всех. Они деплоят, они следят за тем, чтобы мы не лежали и там работали в рамках SLA. Они занимаются capacity-planning, отчасти влияя на то, сколько серверов мы покупаем, какие у нас оплинки и так далее. То есть да, много всего. И они всегда были невероятно перегружены, они были кросс-заблокированы всеми. К счастью, по инициативе одного из инженеров, тут как бы часто полезно слушать умных подчиненных, мы построили SLA и временные бюджеты для самой команды. То есть за сколько команда должна обрабатывать сигналы мониторинга, за сколько времени команда может себе позволить лежать. Со временем этот подход популяризировал Google с идеей error-budget так называемого. Сколько времени команда может потратить на фикс ошибок инфраструктурных, и если это время больше, чем какой-то бюджет, то те, кто не приносит эти ошибки, они в следующем месяце не присылают новых фич. И бизнес чуть-чуть двигается медленнее, но реже падает. Это все легко свести к метрикам, если бизнес-объектив, есть тот момент, когда мы поняли, что мы теряем деньги от клиентов. Нас одновременно грызет пять разных департаментов, пять разных команд. И всем надо все на вчера. Поэтому у каждого процесса есть бюджет, есть SLA команды, а не продукта, которые команда должна выполнять в первую очередь, а во вторую очередь у нее есть иерархия целей. И в таком виде они внезапно перестали быть overworked, они перестали быть все время задолбанными, и они смогли выделять время на какие-то внутренние цели, потому что до этого они все всегда делали на вчера. А тут у них внезапно появилось время и переписать систему управления конфигурацией на более современную, и сходить поиграться в одну-другую технологию, потому что до этого вечная война у operations. Это развивать стек, на котором мы работаем, или постоянно залатывать дырочки. Ну, то есть как-то так. Женя, у тебя качество интернат-соединения периодически деградирует. Если у тебя есть возможность переключиться на другую сеть, то было бы здорово. А я сейчас попробую что-то порешать. Пока ты решаешь, я отвечу на два простых вопроса, которые были в слайдо заняты и проголосованы. Относительно книг и ресурсов, которые можно почитать из статей. Есть такой деятель Филипп Кастро. Я думаю, если вы выбьете OCR, what is it, то это будет одна из первых ссылок поисковой выдаче. Вон там в топе поисковой выдачи висит. В целом, говорит какие-то дельные вещи, но продает свои услуги. Стоит помнить об этом. Есть также книги рекомендованные, базовые. Это книга Джона Дора «Измеряй важное». По-моему, как-то так. Джон Дора, у него единственная только есть эта книга. И она есть тоже в комментариях, вернее, в описании на ютубе. Я ее прикладывал. Название можете найти, почитать. Реально годная. Есть немного воды, но окей. Если же воду требуется убрать и мотивационные спички убрать, и только техничка интересует, ну, я прикреплял свою статью. Я там как раз-таки агрегировал там знания и выкидывал воду. Также есть книга «Вудки», как-то так, фамилия автора. Не знаю, как она правильно выговаривается. Ее я вот не рекомендую, потому что там концентрация воды просто 99%. Абсолютно бесполезная книга, как по мне. Ну, некоторым нравится. Так что Джон Дор – это вот однозначно то, что стоит почитать. Второй вопрос относительно определения задачи этой или кирзал. Если мы про Денниса… Да-да. Если мы про Денниса как-то его в Уудке, да? Кристина в Уудке, я вспомнил. Кристина в Уудке. «Radical Focus» книга называется. А, нет. Нет. Отвратительная книга, не читайте. Второй вопрос был про проблему определения задачи – это или кирзалт. То есть, какой в value должна быть задача, чтобы внеси ее в отдельный OCR? В этом вопросе наш уважаемый анонимный вопрошатель есть две проблемы. первое, то, что тут смешиваются задачи и кирзалты. И задача – это задача. Задача – это всего лишь шаг для достижения цели. И отличить, что такое objective, что такое кирзалт, довольно просто. Кирзалт – это те критерии, которые могут сказать, что objective уже выполнен. То есть, если следовать тем же целям YouTube, как достичь 10 каких-то миллиардов просмотров, то у них уже часть кирзалта находится в самом objective. То есть, они уже формулируют количество, какое нужно там достичь. У них есть уже понимание, чего они хотят достичь. Если бы у них не было такого вот уточнения про 10, значит, миллиардов часов просмотров, то можно было бы сформулировать objective, как сделать сервис, которым там пользуются люди. То есть, это плохой objective, я его сейчас из головы там генерирую, который нравится пользователям сделать сервис. И туда уже в киары можно вкидывать 10 миллиардов часов просмотров, плюс там 100 тысяч новых пользователей в месяц. То есть, брать уже какие-то критерии добавлять, которые будут теми киарами, которые покажут, выполнен objective или нет. То есть, это смысловые разные элементы, потому не может у тебя перетекать objective в киары, а киары в objective. Это разные вещи. Так, я, кстати, боюсь сейчас немножко может какой-то накинуть холивор, но если попытаться метафорически говорить, то и сравнивать с какими-то вещами из agile, повторюсь, это метафора, то objective – это story. Key results – это acceptance criteria или definition of done, а задачи по-прежнему остаются задачами, которые нужно сделать. просто что key results – они, ну там, с цифрами, да, то есть measurable. Ну то есть, вот key results – measurable. Кстати, тут мне в OCR больше этот момент нравится, потому что помните, когда раньше были smart цели вот в этом management objectives, так вот этот вот measurement, он сразу вписывался в цель. А тут цель как бы без цифр, но key results уже их там 3-5, но они более детальны. Вот это просто одна цифра, знаете, как это, one matrix that matters. Она очень сложная реально на самом деле, и такая философская зачастую. Жизнь более такая 3D-шная и объемная, и зачастую нужно иметь 2-3 балансирующие метрики, чтобы не превратить все в погоню за одной метрикой, которая зачастую ведет, может увести абсолютно не туда, куда хочется. Вот. Так. Ну тут есть же из традиционного управленческого, так сказать, дела, есть история про так называемый закон Гудхарда, что любая, если ты систему оптимизируешь под одну метрику, она в любом случае перестает быть полезной системой и становится заточенной на улучшение достижения этой одной метрики. И очень часто, когда люди строят OCR-процессы и цельнополагания внутри компании, они забывают об этом. Они забывают, что мы, в конце концов, гонимся за целью реального мира, которая многогранная, а не за конкретной цифрой. И хороший OCR от плохого OCR как раз отличается тем, что 2-3 резалта, они чуть с разной стороны смотрят на большой объект и не позволяют сфокусироваться на вот этой вот premature optimization, что ли. Они не позволяют всем остаться, грести на конкретную циферку. Это у меня есть пример, когда маркетинг, ну я просто это по маркетингу часто сажу, когда маркетингу говорят, давай продажи. Ну вот если сказать, да покажи мне sales revenue, они тебе покажут, просто потом cost of customer acquisition будет как бы там skyrocket. Они сделают такой sales revenue, что плакать будешь. Ну просто потом окажется, что ты в убыточной ситуации. Так, идем дальше по вопросам. У нас спрашивают какой закон еще раз. Я думаю мы напишем это в комментариях под этим видео. Да тебе спасибо, не знал. Гудхарда. Да, закон Гудхард это американский какой-то экономист, он его вывел про оптимизацию американской экономики. Это он же на самом деле парадокс пестицидов. Если ты травишь насекомых каким-то одним пестицидом, они со временем адаптируются, тебе нужно искать новый пестицид. То есть в управленческом деле есть очень много разных законов, описывающих одно и то же. Я с удовольствием потом брошу в чате. Да, давай. Один из вопросов. Удавалось и пробовали ли привязать НПС к или... Сейчас еще раз. Пробовали ли привязать цели к НПС или к конверсиям? Я могу сказать, у нас был момент, когда мы решили, что у одной команды был OCR поднять НПС. Через полтора месяца мы поняли, что вообще то, что мы меряем как НПС, это полнейшая лажа. Мы полностью заканцелили этот OCR, переключили команду на другую метрику и начали потом параллельным процессом вообще работу над тем, а что же мы считаем НПС, как мы считаем удовлетворенностью пользователей. Просто так. Мы зафейлили немножко. Нужно понять, что НПС никогда не может быть целью в OCR. Это не Objectives, это Key Results, который будет в списке. Вот он будет один из. Он не будет там единственный. И задача должна, ну, там, не знаю, если взять касту, к примеру, улучшить customer experience связанным с возвратом товара. И одной из метрик, когда мы там проведем эту, ну, инициативу реализуем, будет этот НПС. Он там, мы будем ожидать, что он вырастет. Правильно? Там, не знаю, с 72 до 75%. Но это наше ожидание. Вырастет, не вырастет. Будем поэтому судить, ну, вот снова же таки, как одна из пяти метрик или трех. Вот. Короче, сами эти цифры не должны быть целью. Ну, нужно осмысленные вещи делать, а то всего лишь температура. И вот еще один вопрос от Льва как раз таки был. Какие показатели, индикаторы, метрики используются для постановки целей на квартал? И как меряют? И какие метрики используются для отслеживания успешности посреди процесса? Я, например, сторонник того, что сам Кирызал должен быть настолько простым, и люди, которые способствуют его выполнению, они и так находятся в контексте и понимают, насколько мы продвинулись к достижению, вернее, к завершению вот этой цели, да, к ее достижению. Если они это держат в голове, они могут в любой момент времени ответить. И это реально круто. Это то, что рекомендует тот же Джон Дор у себя в книге. Иметь возможность быстро оценивать этот Киар. Чтобы они с головы могли за 3-5 секунд дать ответ. Вот это хорошие, значит, показатели. Относительно индикаторов и метрик, которые используют, тут я все же склоняюсь к тому, но это лично мое такое предпочтение, чтобы у нас цели не содержали каких-то вещей, которые непосредственно были связаны с revenue, с profit, с какими-то характеристиками. Потому что это больше похоже уже на KPI. И круто иметь цели, которые объяснили бы, что вот стратегически мы понимаем, что мы сможем увеличить revenue, если сделаем какого-то условного чат-бота, который у нас будет дополнительно сидеть и общаться с пользователями. И если мы в цели воткнем написание такого чат-бота, то мы автоматически увеличим revenue. И я сторонник именно формировки таких вот целей, которые будут понятны и просты для достижения и не будут требовать увеличить revenue любым путем, а дальше уже придумайте задачи, которые их увеличат. Так это, к сожалению, не работает. Может, у вас, ребята, есть комментарии и опыт? Да, я просто прокомменчиваю, потому что все финансовые показатели, ну, помните, показатели делятся на опережающие и запаздывающие. Так вот, все финансовые — это запаздывающие. Они просто констатируют факт. А, допустим, кстати, один из хороших примеров. Одной из метрик мне когда-то или в OLX, или, ну, вот в каком-то такой, в классифайере, одной из метрик как раз опережающих было количество сообщений в чатах между продавцом и покупателем. Ребята все это трекали. Они могли реально скоррелировать количество сообщений на то revenue, которое они потом увидят. И вот эту метрику уже клево качать, улучшать, с ней работать. А все финансовые показатели — это все равно потом результат твоих действий каких-то осознанных. Тут даже не только финансовые. Тут, может быть, запрос появится у бизнеса в цели добавить увеличение retention пользователя. Ну, сам-то retention по себе не увеличится от самого только хотелки увеличить этот retention. Можно придумать стратегию, каким образом нужно изменить продукты и коммуникацию с пользователем для того, чтобы увеличился retention. И это будет уже следствие. То есть есть первичные вещи. И ОКР они стимулируют как раз-таки продумывать стратегию и двигаться в рамках этой стратегии, которая будет качественно улучшать продукты взаимодействия с пользователем, если продукт у нас подразумевает взаимодействие, естественно. И тогда уже все остальные бизнес-показатели, они будут гармонично ложиться и будут просто отображением того, что команда двигается слаженно и в правильном направлении и достигает этих целей, которые стратегии, видя топ-менеджеры, видят как перспективные. Мы вот в основном используем продуктовые метрики всевозможные, но мы, поскольку занимаемся поиском работы, да, наши метрики — это количество просмотренных, подробных описаний вакансий, количество отправленных резюме на какие-то вакансии и так далее. Это все, что связано с продуктом, не напрямую с деньгами. Вот, мы их собираем на регулярной основе, каждый день обновляем интерактивные дашборды, чтобы у каждого, кто с ним работает, был доступ в любой момент. Кстати, для девелоперов... У меня какому есть... Да, Женя, давай, пускаем тебя, а я запомню свой вопрос. У меня какому есть очень простое замечание по поводу реалистичности метрик. Что помогло лично мне, я знаю, там еще пяток, наверное, менеджеров, которым это помогло. Представьте себе свою собственную жизнь. У вас есть там работа, семья, какие-то личные цели, да, у вас есть десяток бизнес-департаментов в вашей собственной жизни. Если вы попробуете сами для себя в отрыве от работы пописать у КР пару лет, то вы с удивлением обнаружите, что многие выходные метрики, которые изначально вам кажутся сбросить вес до какого-то веса, начать сжать от груди сколько, потом завести троих детей, они, когда вы их пишете, кажутся вам очень реалистичными. Когда вы их начинаете достигать, оказывается, что очень много переменных. Для меня научиться на команды хотя бы дробить правильно цели и находить метрики, которые действительно отражают усилие движения в правильную сторону, а не композитный результат, не запаздывающую метрику, для меня очень простым решением было начать разделить свою жизнь на 8 векторов и поедет на 8 векторам несколько лет и написать себе у КР самому. Каждое воскресенье, синхронизируя, где я нахожусь. И, во-первых, правило 2-3 секунд, где я нахожусь по каждому лобчику, оно может растянуть даже на 5 минут, если при этом этот облик отражает на самом деле. Это просто такая домашняя заготовочка, как не дать этим метрикам превратиться в религиозные формы. Попробуйте их сами на себе в своей жизни, а не в своей компании. В вашей жизни нету неэффективного go-to-the-line, стоп-менеджмента, потому что вы и есть стоп-менеджменты. Это нудновато, честно скажу. Я пробовал делать такие эксперименты и начал составлять с женой у Киары. Потом расскажу, чем это закончилось. Помнил я одного коча, который с женой игрушки покупал по канбандоске. Аккуратнее, аккуратненько. Ну да, то есть свою рекомендацию можно приведить и в рамку повесить. А для команд разработки QA и автономии… Да, когда начинаются другие люди, там другие правила игры. Какие вы могли бы рекомендовать использовать метрики для команд разработки и тестирования? Для них очень применимо выставление метрик или все же от каких-то высокоуровневых стратегических неизмеримых работать? Ну, моя практика, я реально пытался брать бизнес ОКиары и прям вплетать и просто коммититься как раз. Ну, чтобы ребята находили решение и коммитились по бизнес-задачам. То есть, в конце концов, в инжиниринге и в R&D метрика какая? Delivery on time. Ну, как-то не крути, да, потом можно, ну там, quality как-то прикручивать. Ну, мы все знаем, что качество… Это такая… Ну, короче… Инженеры могут выкручивать качество в одну-другую сторону, там, все дела. Поэтому… Ну, короче, delivery on time. Вот все проекты, delivery on time, но в зависимости от именно бизнес-потребности. Ну, вот я сколько ни крутил… Одна из… Кстати, вот одна из метрик, которую я как-то только для себя понял и начал прокачивать, но я ее там еще до конца не прокачал, но я над ней постоянно работаю. Это стоимость… Стоимость одного, там, monthly active user в расчете на стоимость всей платформы. Ну, вот есть платформа, да, там, вот затраты на платформу в месяц. И во сколько мне обходится один monthly active user? То есть это, типа, про scalability в будущем, это про то, насколько операционно эффективно можно управлять, там, скажем так, загрузкой серверов, загрузкой каналов и так далее. Но не буду тут рассказывать, потому что это только, типа, то, о чем я, там, месяца четыре иду, как думаю, там, экспериментирую. Ну, мне показалась клевая метрика, вот как раз уменьшение коста одного monthly active user по инфраструктуре. Ну, там больше управленческих, наверное. Что-что? Там больше все же менеджерских решений, мне кажется. Ну, там разных решений, ну, там прям очень много разных решений. Ну, там, допустим, ты в DigitalOcean используешь дроплеты, и они у тебя висят всегда 720 часов там, ну, там, 720 часов в месяц. Ну, это ты уже больше, кажется, микрооптимизацией, потому что если у тебя проблемы… Ну, как это в DigitalOcean, поверь мне, там, это абсолютно не микрооптимизация. Ну, то есть можно в два раза… Я тебе говорю, если начать считать эту цифру и пытаться ее оптимизировать, ты увидишь какой-то там потенциал инфраструктуры огромный. Ну, просто тут мы тот чулан редко открываем. Мы накидываем туда решения, деплоем какие-то кластеры, шмастеры, там, давай-давай, быстрей-быстрей. И не оглядываемся туда. Ну, типа, не заглядываемся. Ну, по крайней мере, это то, как я видел. А когда начинаешь открывать эту шкатулку Pandora, там очень много… Это не кризис ли тебя заставил под таким углом смотреть сейчас? Да, так кризис – это вообще, как бы, крутые возможности. Ты не представляешь, насколько мы соптимизировались за месяц? Прям… ракета. Да, если у нас останется время, то было бы тоже интересно послушать… Это, кстати, лучше выносить, я тебе говорю, это лучше выносить отдельным топиком. Ну, да, да. Потому что мы от нашей цели отойдем. Цель все же – рассказать про практику у киаров. Лев, еще к тебе вот обращение. У тебя был запрос… Вернее, вопрос про факторный анализ и дальше про определение, какая команда или же какая группа людей заделиверила там больше, кто сделал больший вклад или нет. Просьба в чате, напиши, какой смысл в этом мире, то есть для чего, если мы не привязываем никакой мотивации, и сами команды будут знать, кто больше вклад сделал, а кто нет. Я пока практического смысла не понял этого вопроса. А в слайдо у нас был хороший вопрос про то, что бытует мнение, что OCR – это новый уровень мышления после KPI, а что относительно теории ограничений? Давайте я угоню микрофон. Давай. Я, поскольку я давний поклонник Голдора, в общем-то, мне повезло на заре менеджерской карьеры прочитать теорию ограничений. Я когда читал этот вопрос в списке, ну, я не уверен, что в бодибилдинге селедка является следующим уровнем топлива для мышц после молока, например. Это просто довольно сильно разные вещи, и построить процесс целеполагания и координации целеполагания внутри команды – это все-таки про людей и про то, как они двигаются. Теория ограничений – это про то, чтобы найти паттерны того, где биосмеханизм работает плохо, и найти простую точку, дешевую точку усилий для того, чтобы он заработал лучше, если очень грубо. И это немного про разные вещи. Теория ограничений – это консоль отладки для бизнеса, в то время как ОКР – это смазка и огромное количество сочленений между механизмами, чтобы все работало хорошо. Я когда-то работал очень недолго аудитором ISO 9000, системы управления качеством, и я присутствовал на аудите на заводе, который производит еду, где люди не знают, что они пользуются теорией ограничений. Они, на самом деле, дебажили половину проблем в своем бизнесе, вот как раз такие, очень по-голосу. Никакого целеполагания там не было, никаких KPI-ов там не было, завод на тот момент был 80 с чем-то лет, он находился не на территории бывшего Советского Союза. И для пользования теорией ограничений нам не нужны очень детальные метрики, очень налаженные процессы целеполагания. Это просто про разное. Но если у нас построен процесс ОКР, хорошо, и у нас есть операционные метрики из разных частей бизнеса, то когда мы занимаемся, собственно, поиском ограничений, организацией бушеров, например, с точки зрения теории ограничений, нам намного легче считать, мы намного быстрее двигаемся по голдратовским процессам. То есть это суперполезный инструмент, но он просто про разные вещи, он для разного нужен. Ну да, поддерживаю. То есть это ОКР, это про синхронизацию, коммуникацию, внутреннюю мотивацию, а то про процессы и эффективность процесса. Да, Лев, видимо, не услышал мой запрос объяснить в чате, что это означает и смысл этого вопроса. Тогда двигаемся дальше. Дима, ты там еще с нами? Да, я как раз читаю ответ Льва в чате, и я так понял, там вопрос про то, кто именно в команде, как понять, кто в команде больше вложился в выполнение ОКР, если ОКР на команде, там, QA или Developer или Product. А в этом вся изюминка. Если вы бонусы не вводите как важную часть вот этой всей фидбэка, то какая разница, ну, команда, это же командная цель, какая разница, кто больше, кто меньше. Есть отдельный процесс, который существует в компании, performance management, да, там, 360 review. Команда всегда видит, кто в филоне. Ну, типа, всегда. Менеджер, если чуть-чуть начинает присматриваться, тоже видит, кто в филоне. Поэтому, ну, типа, это нужно разграничить. Кстати, очень важный момент, что классно в ОКРах, оно все-таки ОКР, в отличие от их KPI, потому что KPI это прям тебя оценивают, тебя оцифровали и тебя трекают, да. А ОКР это не про тебя, это про цели. Ну, то есть, ты просто туда стремишься. Правильная, клевая вещь, что ОКРы убирают вот эти страхи и волнения, что я не такой, я не так, кто лучше, ты лучше, ты хуже. Ну, то есть, этого не должно быть в команде, это деструктивная атмосфера, когда там кто-то начинает прям говорить, а кто в наоборот, кто больше вложился. То есть, если есть сомнения, что кто-то вообще мало вложился, ну, так надо делать выводы на уровне команды, тут ОКРы особо и не нужны. У нас даже был другой экспириенс, у нас после первого же квартала использования ОКРов два человека из разработчиков заявили о намерении двигаться в продукты и начали брать на себя и вовлекаться больше в продуктовые задачи, и теперь формируют свои команды. То есть, мы сейчас такой вот эксперимент проводим, когда запрос фактически от технорей, давайте теперь будем влиять на бизнес-метрики и будем вовлекаться и достигать вот этих целей вместе. То есть, мы не просто пишем код, а мы теперь улучшаем бизнес-показатели. И мне кажется, это здорово, потому что ОКР это такой толчок. То есть, понятно, что сами люди молодцы, что они подошли уже к такому решению и просто его озвучили, не побоялись взять на себя ответственность. Но мне кажется, ОКР тоже сыграл немаловажную роль в том, чтобы подстегнуть людей, больше вовлекаться в такие вещи. Я на самом деле вижу один разве что положительный момент на ОКР-ретроспективе задать вопрос, если команда видит, что кто-то меньше вложился, задать вопрос, а почему ты меньше вложился, это может открыть глаза на какие-то проблемы, не знаю. Может быть, человек на самом деле является скрытым общим ресурсом в каких-то процессах, и поэтому он в ОКР коммитится слабее, и это, да, проблема, ее нужно решить. Что за этим, само собой, для человека никаких проблем, никакого наказания не следует. Вот там дальше продолжение. Если не замерять вклад, то зачем ставить ОКР? Только коммуникации и вовлечения? Ну, нет, ОКР это все же не про то. Это ориентир для компании, для людей, в какую сторону стоит бежать. Уже замер вклада и кто как работает, насколько он вовлекается, и какой делает вклад и дает результат, это уже вопрос к линейному менеджменту. Кстати, там был момент, вот этот вопрос, там мы, может, минут 40 назад обсуждали, ну, типа, как продать, как ОКР и продать кому-то. На самом деле, мой опыт показывает, что очень важный пункт – это определенность. Люди реально хотят знать, примерно, на чем они будут работать следующие три месяца. Ну, там, к примеру, три месяца. Кстати, там тоже всплывали вопросы про, какая каденция должна быть у этих ОКРов. Я считаю, что, ну, типа, можно спокойно начинать с трех месяцев, но скажу, что в это турбулентное время может даже и полтора месяца. Ну, потому что все слишком меняется. Ну, прям сложно что-то предсказать. То есть бизнес, то, что там вот в начале кризиса мы видели, то, что видим сейчас, ну, как бы слишком много новых вводных и много новых идей, и как бы оно все перепаковывается. Ну, мне кажется, что больше трех месяцев – это сложнее планировать, сложнее договариваться, и реально бизнесы более сейчас гибкие. Ну, короче, три месяца – это достаточно уже, достаточный период. И определенность для людей в этот момент нужна. Он реально может спланировать, что он, как он. Может, у нас, конечно, более такие глобальные ОКРы, но у нас большая часть, она рассчитана на 2-3 квартала. И даже пошли путем указания, то, что этот ОКР будет переноситься явно. Смотри, ну, нереально. Ну, то есть 9 месяцев – это, я тебе скажу, что вы там… Сколько вы должны готовиться к тому, чтобы сделать планирование на 9 месяцев? Сколько вы должны потратить сейчас времени? Это не планирование. Это не касается планирования. Есть стратегия. ОКР – это обсуждение, это планирование в том числе. Ну, значит, вот такой план на 9 месяцев. Это не план, это хотелка. Плана нет. Ну, если вы сделали план, значит, вы планировали. Сколько вы времени потратили на то, чтобы на 9 месяцев спланировать? Ну, смотри, давайте я просто дам пример, чтобы было понятней. У нас происходит смена системы аналитики, назовем это так, сбора и обработки данных, то есть переезд там инфраструктурный. Это довольно длительный процесс, потому что есть исторические данные, которые должны мигрироваться и, соответственно, подключаться по уже там сбору данных. В другую парадигму мы переключаемся, больше двигаемся в сторону вансорсинга. Это, опять же, запрос со стороны бизнеса. И такие просто вещи, они долгоиграющие, и что-то быстро достичь не получается. И когда мы ставим такие задачи, мы понимаем, что вот есть там стратегия, как будет степ-бэй-степ дальше происходить процесс миграции и какие нам нужно выполнить шаги для того, чтобы достичь. Но я считаю, что тут нет смысла разбивать на более мелкие какие-то объекты, потому что есть цель, она так и называется, внедрить современную систему аналитики. Ну вот я тебе как противовес скажу, потому что у нас происходит тот же самый процесс. Мы решили, что мы устали от того, чтобы всю аналитику там Google BigQuery менеджить, и мы уходим на свое решение. Первый квартал была задача перевести в В, в инхаус решение. Второй квартал там Android, третий квартал еще что-то. Но это для разных команд разные ОКР. Да, там комментарий тоже в чате. Я, конечно же, говорю про стратегические. То есть это стратегическая цель, она длинная. Командные, они обычно короче. То есть это уже тактика больше, а стратегия это на уровне всей компании. У меня есть, кстати, любимый анекдот на тему... Это просто одна из проблем. Зачастую цели ставятся реально в отрыве от того, как у людей есть понимание, как это вообще делать. То есть поставили, ну это если все идет сверху вниз, это частая проблема. Него поставили задачу, а там чуваки, разбирайтесь. Ну то есть без... И у меня на этот счет есть любимый анекдот. Не слышали про ежиков и сову? Не слышали? Нет. Ну давай уже начал раз. Ну уже расскажу. Ну короче, жили в лесу мыши. Их, короче, все обижали. Они там собрались. Я говорю, ну все, невыносимо, надо что-то делать. И они говорят, идем к сове. Сова умная, мудрая, сова все знает, сова нам поможет. Ну они прибегают такие, сова, сова, нас все обижают. Типа, ну что нам делать? Она такая подумала, подумала. Станьте ежами. Они такие, блин, круто, вот это решение. Побежали, довольные, бегут. Все, сейчас станем ежами. Да, да, давай. Потом один останавливается и говорит, стопе, блин. Короче, а как нам ежами-то стать? Они такие, нет, пошли обратно, что-то да, они договорились. Приходят, сова, сова, слушай, короче, клевый совет, нравится все. Как ежами стать? Она такая смотрит на меня. Мышь, идите нахер. Я не тактик, я стратег. Так и тут, понимаете, этот разрыв между что стратегически делать и как потом это делать, это большая проблема всех целей. Так, чатик уже поотвечали, давайте дальше пройдем по пунктам. По инструментарию. Было несколько вопросов. Используете ли вы какие-то специальные инструменты для того, чтобы трекать прогресс и продвижение по укеарам? Потому что мы так и остались в Google Доке. Ну, вернее, в Google Таблицах. Используем Google Таблицы для того, чтобы это считать. И я знаю, что есть несколько инструментов, которые в той или иной сфере, вернее, с тем или иным, там, степенью успеха могут помочь. Но мы пока не решились еще тащить к себе куда-то в инфраструктуру еще один дополнительный инструмент. И не хотелось бы этого делать. А что используете вы? Я расскажу про наш опыт. Поскольку я начал это делать довольно давно, собственно, две компании назад, я пробовал первый, второй, третий ремикс BigDana. Я пробовал AidenDX и еще что-то. Более того, мы несколько месяцев пытались даже разрабатывать внутреннюю Тулзу, в которой можно было бы удобно собирать артефакты КР. К сожалению, оказалось, что... Ты пропал? Ну, так когда-то синхронизированный Google Тонг, сейчас это табличка в Notion. Алло, слышно ли меня? Да, у тебя часть текста пропала, когда... Начал про... Давай, я попробую заново. То есть мы прошли дорогу от Excel-ки через BigDana, через AidenDase и через еще, по-моему, это AidenDase называется, и через еще какую-то такую же систему. Мы пытались написать свою, которая идеально бы устраивала нас и которая была бы лучше BigDana. Была даже мысль ее потом продавать другим техническим компаниям. К сожалению, практика такова, что проще Google Doc'а и удобнее нету, а как правильно заметил Леша, да и ты какое-то время назад, эта система хороша, если в ней мало трения на оценку того, где ты... Прямо сейчас. Если ты можешь быстро набросить метрики, классно. Если тебе сложно изводить метрики, сложно их собирать, надо прокликивать миллион форм, этим просто некомфортно пользоваться в этом процессе. Поэтому мы сейчас остановились снова на скрипшите с формулой. Да, у нас тоже гугловые таблицы, ну и прям просто. Мало того, идет же процесс становления, что-то дотачиваешь, что-то улучшаешь. И, ну, тут свой шаблон намного быстрее можно подправить, подфиксить, поменять, посчитать. Ну, в общем, гугл рулит. Мы начинали тоже с гугл таблиц, потом пробовали делать красивые визуализации в Миро, от чего довольно быстро отказались, и остановились на том, что у нас есть гугл щит и пентахо с дашбордами там, где это возможно автоматизировать. Пентахо очень классная штука, на самом деле. Ну, по-моему, пентахо это про другое, если я не путаю. Что такое пентахо, напомню. Пентахо это инструмент аналитический, который тебе позволяет на самом деле из разных источников собирать метрики и визуализировать их примерно как угодно. То есть тебе ничего не мешает туда выгрузить твои продуктовые метрики, твои бизнесовые метрики из базы данных, или тебе ничего не мешает там подключить гугл щит или забить руками и строить там дашборды и графики. Некоторый аналог таблопа. Это же про прозрачность данных. Ребята показывают всем, да, все эти значения киевизолтс, они доступны для всех. Иди смотри. В реал тайме там, ну, или там раз в день не обновляете. Один из вопросов был про привлечение собственников компании в имплементацию ОКР. Насколько я знаю, у Димы-то такой проблемы нет, потому что они с собственниками и внедряли как раз-таки эту методологию. У Жени тоже проще, потому что... Ну, хотя, может, у Жени, у тебя предыдущий опыт был, там, внедрение, но, насколько я знаю, у тебя сейчас нет какой-то контрактной работы, где у тебя требовалось еще согласование каких-то собственников. Ну, на самом деле, нет. А, тут давай. На самом деле, не совсем так. Я начал первый раз смотреть ОКР в компании, где я уже был одним из совладельцев, поэтому меня очень сильно пивчило. Поскольку это был банковский кризис, я был в банковском бизнесе. Но от того, что я совладелец и нахожусь наверху пищевой цепочки, ничего не меняется. У меня есть другие акционеры, у меня есть другие директора, и даже если я могу силой сказать «бросили все и делаем», как бы, ну, так вещь не делается. В любом случае, нужно получить некие моральные бои от всех и нужно всем это продать. Просто я действительно не продавал это наверх, я всегда это продавал на своем уровне иерархии, но это все равно всегда процесс, и этот процесс всегда про то, чтобы найти внутри простые живописные примеры где мы действуем, рассогласовываясь, где мы зря отколостую крутим обороты, где у нас народ не мотивирован, и найти их в департаменте, в иерархиях ответственности других людей и рассказать им... Дело не в том, как у меня там, у всех одна и та же фигня, и только поняв, что это боль общая для всех, ты получаешь коллективные бои. А после этого кто-то говорит, ну ты же уже в этом разобрался, давай ты будешь стейкхолдером этой истории. Я добавлю про собственников. В случае, если собственник является частью проработки стратегии и проработки стратегических инициатив, конечно же он идет, уже испускается на вот этот уровень океаров. На самом деле для того, чтобы понять, насколько смыслово это одинаковые вещи, это то, как он видит, и команда от менеджмента, и вообще компания видит. Это очень полезно. Но вот только в случае, если он действительно является частью проработки. Потому что иногда собственники, но они отходят и смотрят так, только со стороны, с бордами, с табличками на тревене и все. Тогда он не включается. Но зачастую в Украине, ну по крайней мере то, что я видел, всегда собственник принимал в этом часть. В той или иной степени, но принимал и достаточно нормально разбирался. А в случае в касте, так вообще как бы там досконально знал. Нет. Знал и знает. Окей. У нас вопрос есть, который мы затрагивали косвенно, но я бы еще раз к нему вернулся и проговорил явно про вовлечение команд и людей. Потому что про продажу наверх мы уже поговорили, а про продажу нет, не затронули. И могу дать небольшое вводное. Я писал об этом опять же в статье, про то, как была организована продажа. Потому что... Что такое вообще продать в этом контексте? Продать это донести разными каналами, разными способами донесения информации. Это текст, это видео, это собрание, возможности задать вопросы для всех людей, которые будут участвовать в этом процессе, чтобы повторить как минимум три раза одно и то же, для того, чтобы у людей сформировалось какое-то представление, что же это за инструмент. Конечно, идеально, если все сотрудники компании, где будет внедрение происходить, уже уровнем ниже по иерархии, могут тоже ознакомиться с литературой соответствующей, и понимать, зачем это делается и для чего. Но такая возможность не всегда есть. И я бы рекомендовал тоже всем собственникам, всем топ-менеджерам, линейным менеджерам, кто внедряет этот подход, все же рассказывать и коммуницировать с людьми, объясняя, какой смысл вообще этой системы, в чем она поможет. Если показать value, что это полезно будет для них самих же, то они с большей вероятностью будут пользоваться. Но, ребята, как у вас происходило такое внедрение? Потому что, как я уже отметил, три раза делали это текстом, видео, я снимал видео, тоже выкладывал его, и проводили собрание для того, чтобы объяснить и доказать. И то у нас спустя 4-5 месяцев после начала этого внедрения все равно возникали вопросы, которые были покрыты в этих трех сообщениях, в разных, не сообщениях, в этих процессах, которые были проведены. И все равно люди спустя время задают эти вопросы, доходят до этого. Потому адаптация на самом деле нетривиальная и небыстрая. И это касается, мне кажется, любой абсолютно сферы. Потому что людям надо повторять много раз для того, чтобы они поняли какие-то вещи, которые ранее они могли упустить. Как у вас? Давай я расскажу. Мы начали с того, что мы в офисе собрали абсолютно всю компанию, сделали презентацию про то, что такое OCR, как и так далее. И мы построили два поддерживающих процесса. Поддерживающий процесс первый, мы его назвали OCR-демо. Раз в месяц представитель каждой команды на всю компанию на том же самом месте в офисе делает презентацию, которая состоит из основных частей. Наш статус по OCR-у, что мы сделали, что не сделали, насколько мы близки к успеху и чему мы научились, в том числе для того, чтобы поддержать понимание того, что фейлить в OCR-е это не страшно, это нормально, за это ничего не будет. Я думаю, первым человеком, кто через полтора месяца пришел, сказал, ребята, вот первый зафейли на OCR официально. Его не будет. Второй поддерживающий процесс, мы в какой, я честно уже не помню где, не то в какой-то из книг, не то в статье в интернете, нашли такую штуку, там очень легковесный OCR-Sync-фреймворк. Собственно говоря, раз в неделю или две собирается команда, которая работает над OCR-ом и отвечает для себя на три вопроса. Первое, какой наш уровень уверенности в том, что мы выполним OCR, да, к концу квартала, если он изменился в хорошую, в плохую сторону, мы смотрим, почему это произошло. Что мы ожидаем положительное, либо отрицательное, что произойдет за ближайший период и пытаемся с этим работать, и какие у нас есть блокеры. В итоге у нас там на момент внедрения было какое-то количество человек в менеджменте, которые либеритно с этим разобрались, и в итоге для каждой команды кто-то из представителей менеджмента выступал ментором, да, ввел их по этому процессу и регулярно коммуницировал, как это, зачем это, почему, и так далее. Как-то так. Два поддерживающих процесса. Потом со временем необходимость отпала, и на самом деле вот второго мы отказались. Частоту демо мы тоже немножечко уменьшили. Выступаем, разговариваем прям презентациями теперь фактически раз в квартал. Все остальное время мы перевели на небольшие такие отчетные посты в корпоративный workplace. Как бы вообще левел. Ну клево на самом деле. У нас часть таких практик тоже перекочевала. Наверное, я подметил, эту практику, да, научить людей, что ошибаться, это нормально. Ну типа, не ошибается только тот, кто ничего не делает. И, ну, люди, люди воспринимают любые вот эти цели, целеполагания, как какой-то, зачастую, какие-то punishment механизмы, механизмы наказания в том числе. И как бы, как вот это донести, что это не является инструментом оценки вас и потом, ну там, тем более наказания. Вот это. А ты, кстати, Дима, ну ты говоришь третий раз, ты обратную связь, ну они вообще не понимают? Или... Не, понимают. Просто иногда какие-то моменты всплывают. Ну, например. И неправильные вот... Интересно, какие вот... Можешь пару моментов? Да, сейчас, небось, люди, которые эти вопросы писали, они слушают нас, потому что сейчас смачат на себя. Были, значит, проблемы с пониманием, насколько связаны задачи с теми же целями и киарами. И были обратные вот попытки привязать под задачи, под список задач, нарисовать цели, а не составить цели и под них формировать задачи. И это повторялось вот спустя там 5 месяцев после введения у киаров. Потому что, да, такое есть. Ну, опять же, я провожу коммуникацию, поскольку это была моя инициатива внедрять эту методологию, потому приходится саппортить и точечно вот менеджить и рассказывать и снова доносить эту составляющую, чтобы формировать правильное представление. Был вопрос про саппорт. Насколько вообще для саппорта применимы у киары? Мне кажется, мы отчасти ответили на этот вопрос. То есть, всегда можно придумать, что улучшить этому отделу нужно. Если же улучшать нечего, запросов никаких нет, я думаю, можно и на кипяях остановиться. Просто для того, что саппорта кипяя это одна из ключевых метрик, ну, опять же, названия могут быть уже там разные, можно называть там как угодно, но все сводится к кипяям, чтобы оценивать время ответа, оценивать удовлетворенность пользователей. Это все замеряется, и можно работать уже по уменьшению либо же по увеличению ключевых метрик, которые нужны. Но может, вы как-то по-другому, ребята, используете те же укиары для чисто таких команд, которые не предполагают влияние вообще прямого на продукт. Слушай, ну, смотри. Давай, 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 Женя. Смотри, тут какая история. Тут начинает играть обратная проблема. У тебя люди в этой поддерживающей команде, они когда туда устраиваются на работу, они ожидают какого-то роста. Они ожидают, что у них что-то будет меняться. Либо это у тебя совсем drone work, простите тех, кто работает на этих позициях, ну, то есть, либо это настолько заменимая работа, что, ну, whatever, да? Если люди хотят роста, они хотят ощущать движение. И даже если у тебя для них нет движения, у тебя для них нет средней на KPI, а ты превращаешь эти KPI в какой-то процесс достижения чего-то, даже если он тебе сейчас прямо не нужен. Я думаю, можно собирательно это гимификацией назвать. Или я неправильно... Это не гимификация. Гимификация — это чтобы люди бегали в определен... Нет, гимификация — это чтобы люди бегали в определенном ритме и выделяли дофонин просто, чтобы им хотелось. Я немного о другом. Я о том, что даже если прямо сейчас для достижения стратегических целей компании никакого улучшения внутри QA не нужно, но если все остальные улучшаются, а QA бегают по кругу и качают одну метрику, им немного не по себе, им немного не клево. Поэтому найти даже для тех, для кого сейчас непринципиально ОКР, найти все-таки ОКР, которые как-то алайнятся со всеми, будет значить, во-первых, что они дышат со всеми в одном ритме и двигаются в одну сторону. Это чисто психологически очень полезно. Во-вторых, они внутри себя понимают, что мы можем себе поставить цель, мы можем чего-то добиться. Они перестают быть дронами. Даже если тебе это прямо сейчас не нужно, в долгосрочной перспективе у тебя становится более разумное подразделение, более разумный бизнес-юнит. И когда тебе от них понадобится рост и эволюция, они уже будут к этому готовы. Клево сказал про причастность. Потому что вот эти департаменты, которые не участвуют со всеми вместе, они действительно становятся как государство в государстве, на отшибе. Ты, мы, это вы, это мы, а вы так. Поэтому это важно, чтобы они чувствовали, что они часть вот этой большой истории и стратегии, и они важны. Это важно. Но мы так вот формируем просто цели, опять же, для того, чтобы включались абсолютно все. То есть, чтобы не было команд, которые остались где-то изолированные, брошенные на откуп. То есть, так или иначе, все делают вклад в общее дело. Так, по регламенту. У нас был запланирован двухчасовой стрим, потому у нас остается 10 минут. И я предлагаю за оставшиеся 10 минут публике в YouTube задать свои вопросы, и мы можем кратко на них ответить. А пока вопросы формируются, то задам еще вопрос-кейс от меня. Как я уже упоминал, у нас есть фронтенд и бэкэнд-команда. Это такая практическая задачка. Фронтенд и бэкэнд-команда. Есть во фронтенде команде определенный набор вещей, которые они должны сделать. Происходит миграция с одного продукта на другой продукт. У них есть часть еще технического долга. И запрос на разработку к этой команде поступает от трех или четырех других департаментов. И приходится приоритизировать. И уже начинается проблема с приоритизацией и с ограниченным ресурсом. Как бы вы советовали поступать в этой ситуации, когда ресурс ограничен, и поступить мы никак иначе не можем, кроме как либо же переходить полностью к кросс-функциональности и в каждую команду, будь то там биллинг, выделять фронтенд разработчика, будь это продукт, выделять фронтенд, саппорту тоже нужен фронтенд. Либо всем дать по фронтенду и пусть дальше уже разбираются, как с этим жить и менеджат его в рамках кросс-функциональности. Либо же расширять эту команду, но опять же у нас будет всегда узким горлышком пропускная способность того человека, который занимается приоритизацией. Как бы вы поступили в эту ситуацию? Я, конечно, большой сторонник кросс-функциональных команд в целом, потому что с ними не возникает особо таких проблем. Но вот у меня прямо сейчас есть похожая ситуация. Похожая ситуация. Есть фронтенд команды, которая делает миграцию и у которой нет вообще никакого бэкэнда. Мы им выделили на время работы вот прям dedicated тестировщиков, которые оказались совсем не dedicated и dedicated бэкэнда, который оказался тоже совсем не dedicated. И в итоге реально работа затягивается, но жить это довольно сложно. Если бы сразу сформировали кросс-функциональную команду, да, там был бы боттлнек какой-то, но он был бы не настолько не настолько жестким, как с разными командами. Поэтому я за кросс-функциональную все-таки. Спасибо. У кого есть отличное мнение, что мы можем сделать, кроме как внедрять кросс-функциональность? Я такую вещь добавил. Ты говоришь про миграцию, нужно понимать, ну, она будет сколько длиться еще. Менять все процессы из-за одного проекта, ну, у которого произошла повышенная нагрузка на какой-то период. Ну, сколько там еще? Три месяца, шесть, сколько? Ну, такая история длится уже довольно продолжительное время. Это уже годами происходит. То есть, постоянный недостаток ресурса. Слушай, ну... Он обострился. Мой посыл такой, что часто прям любят наваливать в формате... Это очень важная задача. Не очень важная задача. Ну, вот я за то, чтобы научиться уменьшать поток задач, которые несутся. Ну, либо часто знаешь, ну, у тебя нет бюджета, но я-то дойду и говорю, давайте выделяйте из своего департамента баджет, там, наймем вам еще фронтендер. Тут вопрос не в бюджете, а в скорости поиска. Ну, вы-то меня лучше знаете и можете догадаться, почему так происходит. Есть, опять же, проблемы с качеством людей, которые присутствуют на рынке, потому сложные технические проекты брать очень проблематично. А там в нашей сфере довольно сложно работать без какого-то серьезного технического бэкграунда, потому у нас фильтр довольно такой жесткий стоит. Обучать мы-то обучаем, но это требует времени. У всех жесткий фильтр, все бывает по-разному. Ну, то есть, ладно, мне кажется, это очень такое... Ну, то есть, мы не можем быстро масштабироваться, если кратко сказать. То есть, нельзя взять, набрать там плюс 10 человек в течение полугода и сказать, что все окей. Плюс мы сгоним Гради Буча, и согласно трудам Гради Буча, если кто не читал, это мифический Человека-месяц. Если есть какая-то сформированная команда из Н-Человек, и мы попытаемся ее увеличить больше, чем на 30%, то у нее просядет перформанс чуть ли не к нулю, потому что все ресурсы команды будут задействованы на то, чтобы обучать новичков флэнбордить. И, кажется, Кэнбэк говорил, что если вы растете больше 20% в год, то у вас проблемы будут большие. Чисто культурные, ну, нападные расходы, навливания. Это же каждый раз, так это происходит, норминг, шторминг, перформинг в отношениях между людьми, командами, там вот типа... Это вообще не про технологии, скажем так. Ну, не знаю. Это, короче, какая-то такая... Одним советом не поможешь, тут нужно реально смотреть. Женя, у тебя нет краткого никакого вижена, выхода? Мне кажется, коллеги, что все интересное, что можно было про это сказать, вы и сами сказали. Окей. Давайте дальше. Спасибо, то есть зафиксировали, это мой персональный вопрос. Ну и всем, кто смотрит трансляцию, напоминаю, если вам нравится стрим, жмите лайки, нам будет приятно, и будет приятно тем людям, которые помогали это все организовывать. Вопросы. Отливаю еще один вопрос по... не услышал ничего о самой важной вещи. Это метрика влияния качества постановки задач на достижение результата командой. Ну, мне кажется, это уже переходит в сферу менеджмента уже проектного и там командного. Клевый вопрос и он клевый в том, что вот в ОКРах по-другому работает. Ну, там можно просто растекаться мыслями по древу очень далеко, почему такое может происходить, почему качество постановки задач может влиять, потому что задача это задача, мы формируем цель. То есть это уже как бы расходится. Просто, как Жениш сказал, ОКР он не висит в воздухе и кроме ОКР у команды есть какой-то процесс, по которому она работает. Условный скрам. например, да. И вопрос там постановки задач это все-таки штука больше на уровне на уровне скрама или там канбана или что используется ежедневного взаимодействия. ОКР имеет отношение очень там вторичное. Я бы сказал, что постановка целей для ОКРов это более там типа стратегическая штука, чем day-to-day постановка задач. Но тут смотрите, какой прикольный парадокс. Это конструкция с двойной обратной связью. Первый уровень обратной связи мы там пробежали месяц, мы пробежали квартал, неделю, поменяли какие-нибудь циферки в дашборде, посмотрели, кажется, мы поставили не самые адекватные цели. Но от того, что мы сейчас решили, что мы не поставили правильные цели, мы не научимся их ставить правильные. Единственный способ для вот таких долгосрочных ну, потому что ОКР это alignment процесс, на самом деле. Это процесс координационный. Для любого координационного процесса самый простой способ лучше ставить цели, это когда мы добежали дрейперной, до контрольной точки, это посмотреть, вот там, является ли наши препятствия в достижении цели естественными свойствами компании. То есть, мы себе поставили цель, которая нам недостижима, потому что мы другие, мы по-другому устроены. Так может, и цель эту надо переформулировать, или наоборот, мы ее не достигаем, потому что мы еще не такие, какие нужны для того, чтобы эта цель была достижена. То есть, здесь обратная связь. Первая, она рассказывает нам про то, что мы поставили цели не себе, а идеальной компании, какой мы не являемся. А второе, это то, что мы можем поставить себе цель, которая не амбициозный прыжок у себя над головой, а которая несообразна внешнему миру, меняющемуся. Мы пришли в динамичную кризисную ситуацию, когда надо двигаться постоянно, каждую неделю координировать что-то и поставили себе цель, которую раньше, чем за два квартала они достигнут. И, возможно, мы ее достигнем, и мы молодцы, но если мы ее не достигнем, весьма вероятно, что дело не в том, что мы не очень хорошо бахали на цель, а в том, что мы себе поставили долгострой в тот момент, когда надо как это, не строить вату есть, а как пчевали там. Как-то так. То есть, вот, мне кажется, лев пытается спросить на собак, я не знаю, в комментариях нам потом скажут. Ну, если что, то в личке уже задавай, мы пробежались по основным твоим вопросам, я думаю, чуть прояснили ситуацию. Деятельность по достижению ОКР происходит вне расписания обычной трудовой деятельности или вся разработка и внедрение подчиненной ОКР исключительно в рамках трудовой деятельности. Не знаю, у кого может быть иначе, но это вообще методология, по которой работает компания, поэтому да, в рамках трудовой. Если ОКР идет в нагрузку к остальной деятельности, они не согласованы между собой, то это называется популятивное занятие. От них толку обычно немного. Ну да, мы идеальный вариант рассматриваем все же, когда мы хотим какой-то ауткам получить из этого всего. Как сопоставлять текучку и ОКР? Я так понимаю, речь идет о текучке кадров и ну сложно сказать это разная процедура. Текучка – это операционка, когда тебе там залетают вот это там небольшие какие-то задачи, там то поправь, то пофикс, это сделай. Ну, наверное, ты прав. Это у меня уже больной просто на этом накладывается. Я начинаю уже домысливать. Про по аверационке мы придумали следующую историю. То есть, опять же, часть времени люди все равно занимаются теми задачами, которые на дейли-основе и так делаются. Что-то где-то упало, надо там поднять, починить. Где-то прибежали, надо быстро реагировать на изменения маркета, потому что это вот сиюминутная какая-то реакция требуется или там проблемы какие-то с процессингом, нужно что-то переключать, переключать процессинг на другие мерчанты и так далее. То это требуется реакция здесь и сейчас. ОКРы, они более высокоуровневые остаются и когда есть дырка и нет вот этого какой-то текучки, которая наваливается, тогда занимаются ОКРами. То есть, текучка есть, но закладывается небольшое, опять же, время на то, чтобы работать в рамках текучки. А для некоторых команд, которые исключительно занимаются такой вот текучкой, это смысл их деятельности, это выделяется в отдельную активность в рамках всей команды. То есть, они разгребают эту текучку. Кто-то занимается стратегическими продуктовыми вещами и занимается R&D, по факту. это уже разделено. Я тебе другую перспективу предложу. Опять-таки, если ты несколько киризалтов, и они их не добились, и когда ты сидишь и разбираешься с ними, а почему вы не добились? Ну, нам текучка не давала вообще голову поднять. То есть, нас завалили. Значит, киризалт следующего квартала, один из киризалтов следующего квартала этой команды будет, как реорганизовать себя внутри так, чтобы у вас оставалось время и силы. То есть, да, если ты не можешь подтягиваться на турнике совсем, возможно, у тебя сначала нужно научиться там висеть на пальцах. И если команда не в состоянии сейчас раз за разом конструктивно день за днем прикладывать усилия в какую-то сторону, значит, сначала ее целью будет смочь это делать или организовать процессы так, чтобы не быть заваленным. Иногда это мышки станете ежиками, иногда надо просто донять людей, которых нет, или снизить нагрузку, которой невозможно снизить. Но в большей части случаев, если посидеть и почесать репку, окажется, что в нашей индустрии, по крайней мере, технологической, можно что-то подкрутить. И это вполне, это лучшая краткосрочная цель, чем снова ставить невыполнимую цель и снова там на каких-нибудь ходках чувствовать барабан. У нас была такая себе преподаватель, инженер, существо ленивое, поэтому он автоматизирует, оптимизирует и так далее. Ну, то есть, это нормально для инженера. У нас была такая себе команда качества контента и одним из первых их укиаров была, собственно, минимизация собственной текучки. Они в итоге перестроили несколько процессов. Часть работы очень простой, описали в виде инструкций и передали удаленным контракторам, которых можно легко там нанимать и быстро масштабировать. И у них оказалось достаточно много времени, чтобы полностью себя перестроить и стать не командой качества контента, а командой customer support со всеми вытекающими. Да, спасибо. И последний вопрос. По итогам оценки достижения укиары обратной связи всем вовлеченным, что происходит с HyperPort с HighPerformer и что с лузерами. На нашей практике, позвольте уже первым отвечу, на нашей практике вот те люди, которые были потенциальными HighPerformer и они наоборот раскрылись, а лузеры покинули борт. У вас? Я такое, первый момент, нужно понимать, что это разные два процесса. Есть отдельный процесс Performance Review, где есть свои техники, и я про них упоминал, 360 Review, дополнительные оценки по ценностям и так далее. То есть не надо окиары и Performance Review смешивать. Это как раз и отличало один из пунктов, который отличал KPI, Management by KPI, чтобы было это все смешано. В Зео Альянсе было оба процесса, и они были отдельными, и очень хорошо работало. Я хочу просто тебе пояснить, возможно, ты меня не так понял, я не говорю, что это связано напрямую, это связано косвенно, просто окиары позволили вскрыть эту проблематику и уже начали видеть члены самой команды, то есть как перформент, какой человек, кто вовлекается больше, а кто пытается профилонить или симуляция гормогительности. Я не тебе противоречил. Я просто объясняю тоже публике, возможно, некорректно опять же подумают, мы не делаем никакой там связки, не бонусируем, не наказываем за невыполнение окиаров, просто органически так получается, что команда в какой-то момент времени понимает, кто работает хуже, кто лучше, и те люди, которые работают хуже, они принимают решение уйти, а те, кто готов выстрелить, они берут, консолидируются и делают этот прыжок. Ну, тут ты, кстати, очень сильно прав, потому что у меня прав или нет, извиню, тут у тебя снова связь. Хорошо, зафиксируем. То есть перформанс по ОКРам и перформанс в рамках перформанс-ребью странным образом коррелирует. Человек с мотивацией, он и на перформанс-ребью хорошо выглядит, и в ОКРах хорошо педален. Человек без мотивации и на перформанс-ребью имеет много вопросов и в ОКРах есть проблема. У меня был гениальный инженер, который совершенно не умел и не хотел работать. И раз за разом его лид рассказывал про то, что в рамках перформанс-ребью он совершенно не хотел работать. А в рамках ОКРов он несколько раз ухитрился приподняться над нулем в некоторых киризалтах, но путем чудовищных усилий он обратно упал в ноль. То есть он свои собственные достижения в рамках одного отчетного периода ухитрился поднять и уронить. Очевидно, он достаточно быстро пошел на выход. У меня не было ситуации в практике, когда оно бы не коррелировало. Но я догадываюсь, что если бы у меня было больше вот таких вот не привязанных к цели достижения бизнес-юнитов, наверное, были бы такие люди. А так, если у тебя есть мотивация, у тебя есть и перформанс, пусть даже он там будет субоптимал, и голодаймент в КР. Просто если привнести перформанс-ребью, то, скорее всего, тут снова придется говорить про деньги. Ну, там, про зарплату, про повышение, ну, там, и про такие вещи. Конечно. А вот и тогда мы снова начинаем внешнюю мотивацию сюда притаскивать. И, короче, мне кажется, что это очень удачно, что перформанс-ревью отдельно, это отдельно. Да, все вскрывается, все всплывает, все классно. так, ну, все мы ответили на все вопросы. Большое спасибо всем, кто присутствовал с нами, а у нас в пике смотрело больше, чем 450 человек, то есть это почти как полноценная конференция, потому спасибо нашим информационным спонсорам, спасибо концертюэй, спасибо ФВДС, большое спасибо всем, кто сегодня у нас был в статусе гостей и поделился своим опытом. Напомню, что мы пытались сделать запись подобную с объяснениями и с практикой уже на протяжении месяцев четырех, и вот карантин только подстегнул уже таки собраться в онлайне и сделать это все в онлайне. Потому спасибо вам, ребята, еще раз большое. Спасибо Дима, спасибо Леша и спасибо Женя. И на этой ноте, значит, если у кого-то есть заключительное слово, желание что-либо сказать, то welcome всем зрителям. Спасибо еще раз. Если вам нравится контент, жмите лайки и ждите новых мероприятий. Что-то еще проведем. Да, спасибо тебе, Дима, тоже. Спасибо, ребята. Спасибо, спасибо всем, кто уже смотрел. Да, спасибо. А в следующем выпуске, кстати, могу сказать, мы уже планируем с, ну это так, спойлер небольшой, с LUNUA провести тоже стрим, поговорить на тему недвижимости в кризис. Будет интересно. Все, пока-пока. Да, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok